Добрый день, дамы и господа. 2 апреля 2020 года. У нас сегодня четверг. И мы начинаем очередной вебинар от портала Prean.ru. В режиме самоизоляции вебинар, как я уже говорил, является одной из самых... является одной из самых актуальных, если не единственной возможностью, начать общаться. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор Prean.ru. И с удовольствием представляю сразу своего собеседника. Вернее, давайте чуть позже назову сейчас пока имя, фамилию. Это Вадим Бухалов, генеральный директор компании Виллокарта и компании Лайан Грин Парк. Но небольшое лирическое отступление. Мы говорили о разных странах в рамках наших вебинаров. В основном говорили о европейских направлениях. А вот сейчас мы перемещаемся в Азию, перемещаемся в Таиланд. И весь наш вебинар сегодня одной стране будет посвящен. Собственно, Таиланд, ну, если не считать Турцию, или если считать Турцию европейской страной, часть ее все-таки лежит на европейском континенте, у русскоязычных покупателей зарубежной недвижимости является чуть ли не направлением номер один. И, собственно, вопросов по покупке недвижимости Таиланда за последние годы появилось очень и очень много. И два года назад портал Приан.ру, ваш покорный слуга, отправился в Таиланд. И там мы как раз познакомились с Вадимом, познакомились с компанией. Два года уже прошло между тем, да? Примерно, кстати, в эти дни снимали. Привет всей аудитории. Привет тебе, Филипп. Всем привет. Очень рад буду провести с тобой этот час. Даже не час, я думаю, часа два сегодня пообщаемся. И вот тогда мы с Вадимом снимали видеосюжеты. И тогда, собственно, Вадим был генеральным директором только компании Велокарты, потому что... Ну, Велокарта – компания такая многопрофильная, она занимается приемом туристов, размещением, занимается арендой недвижимости, покупкой и продажей недвижимости. То есть такие комплексные истории. И вот я помню, в рамках одного из наших диалогов Вадим сказал, что... Ну, я задал вопрос, а нет ли интереса там в девелопменте себя попробовать? И тогда ты как-то сказал не очень уверенно, сказал, что думаешь на этот счет, но пока вот такого вот явного желания нет. Но ничто не вечно, и сегодня мы как раз беседуем с Вадимом, в том числе, как и с экспертом, который погрузился в том числе и в девелопмент. Поскольку Лаян Гримпарк – это застройщик, и Вадим – генеральный директор застройщика. Вот Дмитрий написал слово «Здравствуйте», и это призыв для всех, у кого есть желание задавать вопрос. Кто нас слышит, да? Да, да, да. Кто нас слышит, дайте знать как-то, сколько нас вообще, и кто нас слышит, всем привет. Всем привет. Вы можете задавать вопрос. Кстати, интересно было бы посмотреть, кто откуда, есть ли люди из Таиланда, из каких регионов нас смотрят. Пожалуйста, пишите в чате, но через несколько минут мы начнем уже прямо именно вопросы задавать. Слышно и видно отлично, а Александр из Новосибирска. Будем считать городом Новосибирск. Я думаю, скорее так, Екатеринбург. Ну что ж, очень приятно. Такая перекличка, сразу видно, что мы все вместе. Итак, несколько слов о том, как мы будем общаться. У нас есть такая замечательная презентация. Как мы построим наш сегодняшний разговор. Сначала мы коснемся буквально несколько минут разговора о том, что сейчас, собственно, происходит в Таиланде, как Таиланд сейчас живет. Затем поговорим о возможности удаленной покупки в Таиланде, как она сейчас организована и как вообще, находясь на одной части света, купить в Таиланде недвижимость. Дальше поговорим вообще об такой инвестиционной теории, смешанной с практикой. Как это вообще происходит, что в Таиланде можно, чего в Таиланде добиться нельзя, какие результаты действительно сейчас, ну то, что востребовано нами, какие результаты с точки зрения инвестиций сейчас достижимы. Затем мы просто поговорим про нескольких конкретных объектов. Отдельно поговорим о проекте «Лаян Грин Парк». Вадим и его коллеги обещали сделать специальное предложение для всех участников вебинара. Ну и там потом уже будем подводить некие итоги. Итак, Вадим Бухкалов в «Виллокарте» и «Лаян Грин Парк», Филипп Березин, «Приан Ру». Начинаем. Вадим, первый вопрос у меня к тебе. Что сейчас все-таки происходит в Таиланде? Как вы сейчас там живете? Ну вот видите, как здорово. Вадим только что был на связи, а сейчас почему-то куда-то отключился. Тогда давайте я еще разочек, пока Вадим отключился. Вот всегда бывает. До конца все не предусмотришь. Давайте я тогда в двух словах еще расскажу вот о чем. Мы традиционно проводим вебинары сейчас практически каждый день. На следующей неделе мы будем проводить аж четыре вебинара. В частности, на портале «Приан Ру» в понедельник. В понедельник мы будем говорить о недвижимости Кипра и недвижимости Мальты. Через четыре дня, то есть через пять дней в среду мы будем говорить о недвижимости Турции. И в пятницу, это, по-моему, если мне память не изменяет, какое у нас десятое число. Десятого числа мы будем говорить о недвижимости на Карибах, а точнее о получении гражданства. Ну вот Вадим, мне кажется, сейчас подключается, и мы, соответственно, все-таки вопрос ему зададим о том, что же все-таки сейчас происходит на Пхукете. Ребята, я прошу прощения, что-то произошло в Таиланде. Ну вот видишь, рассказывай, рассказывай, что происходит в Таиланде. Ну да, все, связь восстановлена, я подключил альтернативную и на всякий случай еще одну призапаску. Если вдруг произойдет еще один сбой, то я быстро переподключусь. Рассказывай, как вы переносите там коронавирус? Сразу, да, так. Ну смотри, на самом деле в Азии здесь люди дисциплинированные. Если власти сказали, то все слушаются. И сейчас он нас, конечно же, затронул, закрыто все, как в многих странах мира, закрыты даже пляжи, закрыты там все там Банглороуд, супермаркеты, супермаркеты непродовольственные. Ну всякие разные развлечения, все закрыто. Продовольствие работает, аптеки работают, ездить можно без проблем. И вот что меня удивило, так это то, что все стройки работают. Вот мимо любой стройки проезжаешь, а там как муравейники. И возят строителей в машинах. Здесь в Таиланде грузовики грузят, то есть как бы там тема два метра друг от друга, она у строителей явно не работает. Потому что битком забиты эти грузовики людьми, ездят по улицам. Я прям видел, как-то один раз съехал. Ну, похоже, опять небольшой у нас затык. Но давайте пока Вадим опять подключается или переключается. Вроде как все сегодня было со связью у него хорошо. Вадим, видишь, слышишь ты нас? Ну, если какой-то сбой, давай еще разочек попробуем подключиться. А я пока хочу обратить ваше внимание на эти фотографии. Мне, собственно, Вадим их прислал перед началом нашего вебинара. Да, ну, к сожалению, нет фотографии, не удалось сюда ее включить. Что, собственно, происходит на пляжах. Вот на пляжах в Таиланде сейчас, ну, то есть наши красивые, наши любимые пляжи, ничего не происходит там, поскольку выход на пляж, по сути, сейчас закрыт. Ежели вдруг кто-то хочет пройти, его арестовывают, не арестовывают, но, по крайней мере, деликатно просят покинуть пляж. Давайте мы поступим сейчас следующим образом. Если, Вадим, ты меня слышишь, мы можем попробовать упростить наше общение. Вот опять вылетело на счет, сделаем еще одну попытку и сделаем ее следующим образом. Просто интернет начал барахлить. Может быть, просто убрать картинку, не загружать картинку, а загрузить только звук. Соответственно, ну, меня видно будет. Главным у нас докладчиком все равно сегодня выступает Вадим. Соответственно, ежели вдруг... Прошу прощения за вот эту не очень приятную накладку. Ежели вдруг какой-то сбой у нас по связи будет... Вот Вадим еще раз подключается. Блин, ребят, я тоже прошу прощения. Непонятно, что случилось. Только что все было... Значит, давай поступим следующим образом. Если вдруг ты еще раз отключишься, в следующий раз просто подключай только голос без звука. Ну, будем показывать картинки, тем более, что презентация у нас есть. Хорошо? Хорошо. 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 Значит, ну, я уже начал за тебя комментировать, что мы здесь видим на фотографиях. Тут написано, что удаленная доставка товаров стала самой-самой популярной сейчас. Ну, да, конечно. Но это как во всем мире. На самом деле, Таиланд не исключение. На сегодняшний день нам какие-то страны, типа там Беларусь, Швеция – исключение. Но здесь мы, как во всех странах мира... Ну, как бы в Таиланде очень мало на самом деле по отношению со всем миром, по сравнению с другими странами мира, то очень мало зараженных, очень мало погибло людей. Но есть, конечно же. Так, меня слышно, нет? А, да, да, все прекрасно. Все прекрасно. Да, да, все, слава Богу. Но, тем не менее, власти предпринимают всевозможные действия для того, чтобы, как бы, ну, то есть не распространялось это все. Если я вот правильно вижу, вот как раз фотографии строек, ну, какое-то движение действительно здесь есть, и это вот подтверждает то, что ты сказал, что строительство сейчас на выборах. На муравейнике. На каждой стройке муравейники. Прям вот точно. Кто здесь из Таиланда нас смотрит, то может подтвердить мои слова. Все стройки работают. Отлично. Ну, давай теперь поговорим о том, что волнует значительную часть покупателей. История следующая. Ну, границы закрыты. Дай Бог, что их там через месяц, через два, когда-то их рано или поздно точно откроют. Хотелось бы рано. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что сейчас приобрести недвижимость, если и можно, то только удаленно. Далеко не во всех странах это реально. Давай тогда мы с тобой, отталкиваясь, ну и, собственно, от тех материалов, которые ты подготовил, поговорим о том, как правильно это можно сделать в Таиланде. Итак, вот человек сейчас сидит перед компьютером, он слушает тебя, ну, в меньшей степени меня. Как заняться? Ну, понятно. И вообще можно ли, да, это сделать? Ну, смотри, Филипп, вообще, так как это курортная недвижимость, то уже на самом деле это у нас не потому, что вот там коронавирус, потому что там перекрыты всякие возможности, полеты, вот удаленная сделка возможна. Она возможна уже давно. Это курортная недвижимость, и обычно люди прилетают сюда на отдых, там, две-три недели отдыхают, и потом улетают, и принимают решение, они здесь оставляют задаток здесь, а потом улетают, и удаленно все оформляют. Ну, у нас уже есть ряд кейсов реальных, которые до, там, в прошлом году, два года назад, три года назад, есть даже такие кейсы, когда люди вообще не были ни разу в Таиланде, такие профессиональные инвестора, и покупали недвижимость в Таиланде. Там есть один кейс, который там 14 квартир купил, и человек не был ни разу в Таиланде. То есть он искал, куда инвестировать за рубежом, изучил Европу, изучил, там, Америку, и изучил Азию, и вот принял решение в Таиланд инвестировать. Поэтому этот опыт, он не новый, и довольно-таки все просто делается. Как? Значит, вот давай, все по очереди. Шаг номер один. Мы выбираем недвижимость. То есть выбираем, там, либо это вилла, либо квартира, то есть тип объекта инвестирования. Второе. Мы платим задаток за эту недвижимость согласно контракта. Подготавливаем контракт, и, ну, обычно в квартирах, это, там, порядка 100 тысяч бат, и, ну, там, от 100 до 200. И делать такое резервационное соглашение, в котором указываются, там, все нюансы, там, какая программа, там, какой график платежей, какая цена, сколько квадратных метров. В общем, все в нем уже указывается. Секунду, давай так, уточню, что хочу. Вот, значит, ну, понятно, выбрал я квартиру по картинке, это правильно, неправильно, это отдельный вопрос, но выбрал. Вот. Звоню, условно говоря, тебе, другую компанию, говорю, коллеги, вот, заинтересовался, хочу купить эту квартиру. Что делаешь ты? Что ты мне присылаешь? Какие-то документы или что это? Да, конечно, я тебе присылаю совершенно конкретный резервационный, ну, как бы, договора задатки. Можно так это вот на русском языке объяснить, да? Договора задатки. Ты, оплачивая этот договора задатки, дистанционно ты можешь его оплатить из России напрямую девелоперу, и эту квартиру снимаем с продажи, и она уже зарезервирована на тебя, на месяц, до следующего платежа. Кому я перевожу эти деньги? Непосредственно застройщику. А ваша роль, если ты выступаешь как агентство? Я выступаю как агентство в данной ситуации, я помогаю тебе, во-первых, найти эту недвижимость, которая тебе нужна, то есть, ну, там, объектов-то много на острове, во-вторых, помогаю тебе оформить все эти документы у застройщика, там, переводы, если надо, если надо, приезжаю на место, снимаю для тебя видосики, там, и по дорогу к морю, инфраструктуру, там, все. Делаю такую онлайн-поддержку, показываю тебе, где находится этот объект, какие у него достоинства и недостатки у этого объекта, и честно тебе об этом всем рассказываю, потому что непосредственно застройщик, он же будет продавать только свой объект. Много объекта, один объект у тебя много. Ты мне пришел договор, это договор типовой, стандартный, но, тем не менее, предварительный. Нет, нет, он как бы предварительный, типовой, стандартный, только конкретно у каждого застройщика он какой-то там свой типовой, и я, ну, как бы они очень похожи, но да, там, там главные условия, уже в нем описаны главные условия. Это там номер квартиры, количество квадратных метров, цена за квадратный метр, и там, ну, такие, да, там какие там еще условия, вид там, где, куда эта квартира смотрит, какая, опять же, в нем же указано, если это гарантированный доход, то прям уже прописано условия этого гарантированного дохода, либо так называемый рентал пулк, это передается в управление, если у тебя цель инвестирования. В 90% случаев это инвестирование, и поэтому вот в этом уже резервационном соглашении все эти пункты указаны, но это еще не контракт, это еще не контракт купли-продажи, это просто резервация, да. Правильно ли я понимаю, значит, вот согласно, вот мне выставляется, ну, некий, по сути, договор с неким счетом, и я согласно этому счету перевожу сумму, вот, ну, на указанные реквизиты. Да, да. То есть это конкретно счет достройщика, юридическое лицо. Прости, эта сумма взвеситовая невозвратная. А невозвратная, ну, в 99% случаев это невозвратная сумма. Бывает такое, что там где-то что-то, кто-то там не то понял, и застройщик говорит, ну, ладно, если вы там считаете, что вам эта квартира не надо, то ладно, я верну, то есть, но это редкие случаи, редкие застройщики. В основном это как бы резервация, это за то, что снимается квартира с продажи, все, значит, вот она уже зарезервирована на один месяц на конкретного человека. Почему на один месяц? Потому что в течение этого месяца готовится основной контракт, высылается этот основной контракт DHL, подписывается покупателем, отправляется обратно, и по нему платится уже основной платеж. Ну, как основной платеж согласно контракту. Если это может быть там 30%, может быть 50%, может 100%, в зависимости от той программы и от того проекта, который ты выбрал. Скажи мне, вот ты сказал о залоге. Значит, залог 100 тысяч бат, давай в более близких нам долларах евро. Да, 3 тысячи долларов. Это 3 тысячи долларов, это то же самое, как задаток. Ты, например, дома там квартиру решил купить, пришел, хозяину дал задаток, задаток невозвращаемый. Если хозяин передумал продавать квартиру, то он должен двойной задаток вернуть. Но здесь девелоперы в основном не передумывают, поэтому они продают уже потом, о чем договорились. Поэтому теряет только покупатель, который решает, что он передумал. Хорошо, смотри, предположим, вот сумма задатка пришла, ты, соответственно, должен каким-то образом приинформировать меня о том, что все, квартира за мной зарезервирована, что деньги дошли. Это все равно, но это же не вопрос одного дня, это вопрос, там, нескольких суток. Все равно. Ну, конечно. Ну, то есть прошло несколько суток, потом ты говоришь, окей, резерв получен, мы высылаем основной договор. До договора резерва с основным договором можно ли ознакомиться? Конечно, конечно. Ну, часто у нас просят, и мы выдаем, как это называется, там, экзампл, да, то есть уже я забываю русские слова, пример. Пример этого контракта мы выдаем, и вы, там, клиент ознакомливается с ним. Какие-то пункты, там, небольшие можно менять, но в основном они не меняются. На каком языке я получаю эти документы? Ну, вот мы делаем, если выбрали тот объект, в котором нет русского перевода, то мы обычно делаем, это наша сервисная услуга, мы переводим на русский язык, чтобы было удобно человеку ознакомиться, чтобы он понимал, что он подписывает. Базовый вариант. Подожди, а так хорошо? Базовый, английский, бывают девелоперы, которые уже заморочились, и они уже дают русский вариант, русскую версию контракта для русского. Но базовый он английский, тайский. Правильно, но для каких-то претензий русский договор вообще имеет какую-то силу? Нет, нет. Если в суд обращаться, то только тайский. То есть в любом случае должны будут быть тайские юристы, которые будут переводить все на тайский язык, все претензии. Но это если до суда. Если до суда не доходит, то русский имеет силу для понимания, для клиента, для того, чтобы он понимал. А, конечно же, в тайском суде, но это то же самое, как в русском суде. Тайский же не будет работать, если... Кто проверяет, скажи просто, кто проверяет идентичность договора на тайском и на русском? Понятно, что ты и в России, и в Украине можешь проверить, но все-таки хотелось бы... Смотри, там есть... Ну, во-первых, это в одном... Английский, английский и русский, например, да, то это перевод прикладывается и подписывается два экземпляра рядышком, и главный английский, потому что его понимают обе стороны, ну, вернее, сторона продавца понимает, но русский тоже дополнительный, потому что его понимает сторона покупателя, если говорить там о русскоязычном покупателе. Но, еще раз, юридическую силу он не несет, но верность этого перевода, ну, как бы, с английского на русский мы, а с тайского на английский юрист. У нас есть свой юрист, который подтверждает, что перевод верен в тайского на английский. Сотрудник вашей компании. Сотрудник вашей компании. Да, да, да. Хорошо. Договор получен. После этого начинается... Ну, в договоре уже, понятно, там, схема оплаты, то есть в каком порядке ты должен оплачивать все. Ну, проходит какое-то время. Сейчас вот история со всеми этими договорами, ну, из-за естественного совершенно, там, закрытия границ, из-за того, что многие организации не работают. Насколько оперативно сейчас это делается в Таиланде, и не происходит ли задержек? Ты сказал, там, срок всего месяц, а вдруг задержка? Слушай, ну, пока там почта-то работает, в ДНЧЛе работает, поэтому офисы работают, и девелоперы все работают, застройщики, еще раз я говорю, все офисы работают, и удаленно все платежи проходят, банки же тоже все работают, поэтому пока таких каких-то вот сбоев нет. Нет, у нас прямо сейчас есть там сделки, которые в работе удаленно, и пересылаем документы прямо сейчас, вот есть там, которые получаем, подписываем, и все работает. Ну, вот я вижу уже договор купли-продажи. Как ты сказал, основной договор купли-продажи, с которым я могу ознакомиться изначально, это договор, ну, вот здесь, как я понимаю, два листа, но в действительности их реально больше. Конечно, их 34 в действительности, это первые и последние, и вот приложение, как это все делается, так, чтобы нашим зрителям показать, какой подход, чтобы хоть немножечко было понятно, да, то есть есть текст английский, текст русский, подписывается сторонами, свидетелями, и в приложениях, как будет выглядеть интерьер, как будет выглядеть там все, что девелопер строит. Значит, ну, маленькое уточнение, вот от Павла вопрос, задаток же идет в счет стоимости оплаты? То есть это… Конечно, конечно, задаток в счет стоимости первого платежа обычно. Бывает там некоторые говорят, что типа задаток в счет последнего платежа, в счет первого платежа. Ну, в общем, в основном это в счет первого платежа, то есть задаток, потом через месяц следующий платеж, и уже с учетом задатка. Окей. Вот смотри, получил я договор. Вот в этом договоре, вот тут я вижу, ну, какой-то лист внизу с фотографиями. Правильно ли я понимаю, что в этом договоре есть некое приложение, где даже внешний вид объекта указан? Конечно, указан внешний вид объекта, указан список материалов, которые будут использованы там при отделке, указаны, указано все, что можно указать, что покупает покупатель, что продает продавец. Дальше, смотри, в договоре, идем дальше, вот есть договор, и в нем один из пунктов – это описание того, как, собственно, я должен оплачивать, да? То есть, ну, как я понимаю, форма оплаты? График платежей. График платежей? График платежей, да, 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 обязательно. А наверняка прописаны штрафные санкции? Конечно, да, прописаны штрафные санкции, у каждого они могут варьироваться, но это там плюс-минус около, по-моему, 7% годовых, ну, плюс-минус 7-10% годовых. В случае, если человек просрачивает свои платежи, если девелопер задерживает строительство, то тоже прописаны штрафные санкции. Если не прописаны, то мы заставляем прописать их. Окей. После этого человек, опять же, не выезжая за границу, начинает переводить деньги по некоему счету? Да, на счет непосредственно застройщика. То есть есть счет, выставляется инвойс конкретный на конкретный платеж. Но представим себе, ты задаток заплатил, опять же, этот же задаток ты заплатил по инвойсу. Ты пришел в российский банк, говоришь, мне нужно, я купил квартиру в Таиланде, мне нужно оплатить по этому инвойсу, по этому контракту вот такую-то сумму. Окей, не вопрос. Они берут по свифту, оплачивают тебе эту сумму. Могут потребовать с тебя перевод контракта, перевод инвойса. Ну, это там не проблема, ты там в России перевел это все и предоставил им. И они делают эту оплату. Затем следующий платеж, то же самое, только у тебя уже контракт на руках, полностью весь вот этот на 34 листа с приложениями со всеми. Ты с ним приходишь в банк, ты говоришь, вот по графику платежей, я такого-то числа должен перевести такую-то сумму. У тебя могут там в России, это может попасть на валютный контроль, но это день-два обычно, так у тебя есть контракт, ты можешь спокойненько пересылать деньги по этому контракту. Пошли вопросы, задаю. Смотрю, да, я отвлекаюсь. Я отвлекаюсь, я отвлекаюсь, вопрос буду задавать я. Хорошо, давай, давай. Вопрос, заверяется ли перевод с тайского на английский нотариусом, или делается апостиль, или что-то подобное? С тайского на английский нотариусом. Значит, здесь вообще-то юридическое лицо, это как нотариус, и любой юрист, это тоже как нотариус. Нет, не делается никаких специальных нотариальных заверений. Это обычно вот в контракте тайско-английском прописано, ну как бы параграфами, идет параграф тайского языка, а потом параграф английского языка, да? И если там вдруг что-то не соответствует тайский язык английскому, то это уголовное дело, это уже мошенничество, ну то есть как бы, поэтому никакой девелопер на это, никакой юрист на это не пойдет. Я сразу тоже услышал, к сожалению, немножко пропустил мимо ушей, а вот зрителей наш нет. Ты упомянул неких свидетелей, свидетелей, никогда еще свидетелем не приходилось быть, как в нашем фильме известном. О каких свидетелях идет речь? Где они появляются во время сделки? По законодательству все контракты, какие-то договоренности должны быть в присутствии двух свидетелей. И в контракте вот они на последней странице подписывает покупатель-продавец и два свидетеля. Это обязательно. Выходишь на улицу, женщина, ну почему там, это один, допустим, может быть от покупателя, ну например, я могу быть, если я присутствую, я помогаю купить покупателю эту квартиру, я могу быть свидетелем. И может быть свидетель от продавца, кто-то, кто тоже участвует, юрист продавца, например. Все, мы свидетели, и там если вдруг, вот как ты говоришь, ситуация, что там не соответствует что-то чему-то, то ты меня, например, ты покупал, ты мне звонишь, говоришь, так, слушай, ты был свидетелем в этом контракте, я прошу тебя там участвовать в разборке там с застройщиком, да, либо там в суде, если это до суда дошло. И я, конечно же, говорю, да, договаривались об этом, об этом, об этом. А там, допустим, на тайском языке написано не то. Значит, это вот обман. У вас в компании кто-нибудь знает тайский язык? Конечно, ну, юристы у нас, бухгалтера в компании, которые ведут нашу компанию. Конечно, то есть все контракты проходят с юристами, которые знают тайский язык. Смотрите, у меня просто еще пара объявлений. Во-первых, я попрошу в чате, раз уже там запросили инстаграм, опубликовать контакты с Вадима и коллег из компании Виллокарты, чтобы можно было с ними связаться, ежели вдруг кто-то захочет пообщаться частным образом. Поступило несколько сообщений. Мне вот просто отдельно написали, что не все могут в чат написать почему-то, у кого-то какие-то есть проблемы с доступом в чат. У меня есть предложение следующее. Отправьте, кто не может сейчас по каким-то причинам, хочет задать вопрос в чат. Давай я напишу свой. Смотри, чтобы мы здесь могли эти вопросы задать, напишите, например, свой вопрос на адрес advsobakaprian.ru. Кто-то из моих коллег наверняка сейчас получит этот вопрос. После того, как вопрос получен, мы, ну, Майк, попрошу из коллег, кого-то из коллег просто в чате эти вопросы написать. Ну, потому что мы еще, в общем, только начали общение, поэтому время будет. Значит, вопрос такой. Хорошо, вот пошли, пошли, пошли. Давай. Я оставлю вот в чате телефон, на который можно писать. Там есть вопросы, вайберы. А, ну окей, хорошо. Вот, пожалуйста. Ну вот, да. Прямой телефон Вадима. Окей. Хорошо, значит, идет оплата. Это не мой, это компании. Ну, если надо будет, то пишите, вот через этот телефон меня всегда найдут. Окей, ну и сейчас контакты, я думаю, мы в чате сейчас тоже. Вот, пожалуйста, вот они есть. А, да. А, так, пожалуйста. Значит, и еще разочек. На advsobakaprian.ru вопросы с почты сюда продублируйте. Так, вопрос такой. А с вами какой договор покупатель заключает? Ну, какой, вот в чем заключается этот договор? Никакой. С нами покупатель не заключает никакого договора. Значит, у нас, кстати, вот тоже система, для тех, кто, может быть, не знает, покупатель нам ничего не платит. А покупатель нам платит продавец. И поэтому мы с покупателем никаких контрактов не заключаем. У нас есть, ну, то есть, у нас есть системы, благодаря которым мы, там, покупатели нас любят и с нами работают. То есть у нас, там, программа лояльности. То есть мы привязываем к себе покупателей так, чтобы с нами было выгодно работать всю жизнь. То есть мы встречаем в аэропорту, мы расселяем, там, помогаем. Мы, у нас есть программа лояльности, так называемая внутренняя валюта Сабаи, где мы делимся, там, частью нашей прибыли с покупателями. Поэтому покупатели с нами покупают обычно не один объект недвижимости, а, знаете, как мы приверженцы ценности клиенты на всю жизнь. Поэтому... Ну, это приятно слышать. Вадим, хорошо, значит, смотри. Наступает волшебный момент, когда ты перевел последний платеж. Наступает еще один момент, когда... В общем, все, вроде как я, как покупатель, по-прежнему ни разу, вроде как в Таиланде не побывав, ну, дошел до того состояния, когда все деньги выплачены. И надеется, что как бы и объект уже, в общем, вроде как построен. Ну, отдельно чуть позже прошло, что если он вдруг не построен в нужный срок, но если он, в принципе, построен, мне объект надо как-то принять. Надо ли мне в этот момент приезжать в Таиланд или, в общем, тоже можно не приезжать? Желательно приезжать. Вот здесь я все-таки рекомендую приезжать, принять, посмотреть его, там, качество, чтобы самому его, ну, то есть сделать, там, приемку этого объекта, да, потому что в основном инвестиционные объекты, они уже с мебелью, с, там, со всеми постелями, билками, ложками, то есть принять. А лучше еще и переночевать в этом объекте, понять, что ты купил за свои деньги. И, ну, есть, конечно, случаи, когда, а, ну, и опять же, нужно поехать будет в Лэнг-департмент, в тайский, с нашим юристом, мы это все поможем, там, либо с юристом-застройщиком, и получить все документы лично на себя и подписаться везде самому. Если нет такой все-таки возможности, либо там совсем желания нет, и это чистая инвестиция, приезжать, даже смотреть на эти объекты, то это все можно организовать, но здесь уже нужно будет, скорее всего, идти к нотариусу, в России писать доверенность на юриста, юрист должен, ну, нужно будет перевести и заверить этот перевод на английский язык, здесь юрист этот перевод заверит на тайский язык, потому что это уже взаимоотношения с государственным органом, и там нужно будет, и это собственность, то есть как бы человек должен будет отдать, грубо говоря, ключи и документы от своей квартиры, да, она на него оформлена, но документы у меня, грубо говоря, мне, да, то есть поэтому я все-таки рекомендую прилететь один раз, забрать эти документы. Лучше прилететь, но ежели нет, то нет. Ежели нет, то нет, да, конечно, можно, можно и так все сделать, можно вообще не прилетать, ни разу не быть в Таиланде и быть владельцем квартиры или какой-либо там недвижимости в Таиланде. Окей, в какой момент регистрируется имущество на имя покупателя, если оно вообще как-то регистрируется, в какой момент я становлюсь физически собственником? Вот я переводил, переводил. Да, когда объект введен в эксплуатацию и когда ты получил уже так называемый чанод, это свидетельство на право собственности на русском языке, и там Blue Book, это адрес, конкретный адрес на конкретно твою недвижимость. Ну это ты сказал про первичку, которая строится, а предположим, я покупаю уже готовый объект, вот он есть. Да, готовый, а уже в нем есть, значит, title, dit и этот Blue Book, и происходит трансфер просто, ну то есть переход права собственности с одного лица на другое лицо. Вот и все. Это все тоже можно переоформить удаленно. Олег Петрович, я увидел ваш вопрос про легализацию жизни в Таиланде, я обязательно его задам чуть-чуть попозже. Итак, ну Вадим, значит, предположим, ну давай такая какую-нибудь историю рассмотрим, вот сейчас начинает строиться объект, заканчивается строительство, там допустим, в конце, там, 2021 года. Значит, в этом случае, вот в течение, там, двух лет, я... Да, 22-го тогда. Ну да. В конце 22-го. Я осуществляю некие платежи. Платежи я осуществляю по договору. Значит, в этом договоре уже должно быть прописано все, ну помимо того, что, собственно, я покупаю, если речь идет о доходной недвижимости, как должны быть прописаны истории, связанные с возможностью получения дохода. Вот этот момент. Можно понять. Значит, смотри, вот в этом первичном в контракте, который вот сейчас подписывается, они косвенно, они базово упоминаются. Ну, то есть, о том, что девелопер, застройщик подпишет в будущем контракт на управление твоей недвижимостью на таких-то условиях. Например, там, 7% на 3 года или там, 7% на 5 лет. В общем, неважно, на каких условиях. Вот это гарантированный доход. Значит, затем, когда объект сдается в эксплуатацию, то подписывается новый контракт на управление. И вот в этом первичном ты тоже берешь на себя обязательство, что можно будет получить отельную лицензию и можно будет управлять твоей недвижимостью, сдавать ее в будущем в аренду. Но это только определенным параграфом этого контракта упоминается. А потом делается новый, когда сдается в эксплуатацию, тогда делается новый контракт на управление. И согласно этого нового контракта уже управляется, уже на тех условиях, которые договорились первоначально. Скажи, а вот наличие... У объекта есть управляющая компания. Она через некоторое время когда-то появится. Она появляется на... Уже в тот момент, когда объект построен. До этого... Да. Известно, кто там будет, но не факт. Да. И ты заключаешь какой-то договор или ты заключаешь договор исключительно с застройщиком? А вот как я буду дальше общаться, как застройщик будет выстраивать свои отношения с управляющей компанией, ты на это, по сути, не влияешь. То есть ты даже не знаешь, кто эти управленцы. Это вопрос как... Ну, как бы зачастую часто очень застройщик сам выстраивает управляющую компанию и сам продолжает управлять своими объектами. Но есть, конечно, и отельные управляющие компании, которые заходят и как отель управляются. Там, Винхем, там, еще какие-то, Бест Вест, там... В общем, ну, неважно, какие. Они заходят и как отелем управляют этим, там, кондо-отелем. Но, конечно же, на этом этапе, пока это не построилось, то как раз в процесс строительства это либо выстраивается собственная управляющая компания, либо заключается контракт с какой-то там управляющей компанией, которая будет в дальнейшем рулить. Виктория услышала вопрос, обязательно ответим. Но смотри, в любом случае, если, тем более, я не был в Таиланде, если я не успел познакомиться с конкретным перечнем компаний, ну, которые работают, там, один застройщик, второй, мне бы хотелось каким-то образом все-таки их проверить, потому что я отправляю в Таиланде, ну, 3000 евро, уже немаленькая сумма, а потом я начинаю доверять, да, вам. Тем более договор, как ты сказал, я подписываю не с вами, я подписываю с... Ну, да. ...застройщиком. Любой человек может ошибаться, вы тоже можете ошибаться. Как мне проверить реквизиты вот этого застройщика, вот этой управляющей компании? Можете ли вы мне их выслать? Ну, в том или в другом случае? Ну, конечно, ну, вообще-то, когда идет пересылание денег, то делается инвойс, и в этом инвойсе написан номер счета и написано название компании. Ну, там, например, да, если мы говорим о, там, Лаян Грин Парк, то пишется там счет номер такой-то, это Свифт такой-то, Лаян Грин Парк по ЛТД. Поэтому, ну, там, в другом, там, какой-то Тай Бизнес Девелопмент или там еще какой-нибудь, там, не знаю, всегда пишется название этого юридического лица. Поэтому это уже, это рано. Второе, смотри, по запросу, конечно, если это, там, сильно щепетильный покупатель и хочет получить прям полностью развернутую информацию о компании, о девелопере, то можно сделать дью-дивидженс вообще, то есть независимый. То есть это что такое дью-дивидженс? Проверка, да, проверка компании. То есть это запросить там документы, какой уставной фонд, не у девелопера, не у застройщика типа, а расскажите мне, что у вас есть, а просто независимо. через нашего же юриста, это будет стоить дополнительных денег, там, каких-то, я не знаю, в зависимости от объекта. Но, ну, скажем так, вот если вторичка, и если это вилла, и дорогой объект, то это обязательно. Мы всегда рекомендуем, и мы делаем этот дью-дивидженс, вплоть до того, что мы там, если это дорогой объект, или там много, там, разные у нас есть сделки, там, миллионы долларов, и то мы там со своего гонорара делаем дью-дивидженс для клиента, чтобы клиент понимал, что, ну, там, историю этой земли, правильно ли она оформлена, правильно ли оформлена вилла, получено ли разрешение на строительство, чтобы, ну, чтобы не встрять, да, там, потому что может быть всякое. Ну, как бы на какие-то простые квартиры в кондоминиумах я не рекомендую, потому что там очень трудно что-то там намутить, где-то ошибиться, то есть там все понятно, там выстроенная цепочка взаимоотношений, юридическая цепочка контрактов, все выстроено, там где там 300, 400, 500 квартир, да, продается, то и там свои юристы у застройщиков, но в других случаях можно делать дью-дивидженс еще. Значит, еще разочек, ну, хотя бы порядок, это тысяча евро, пять тысяч евро, двадцать, ну, хотя бы... А это зависит от объекта, в зависимости от того, если ты покупаешь участок... То есть за миллион, давай так, не за миллион, за двести тысяч евро я покупаю некий объект. Это полторы-две тысячи, от тысячи до двух, тысяч. Окей. Скажите, пожалуйста, в договоре все суммы указываются в какой валюте? В тайских батах. Это законодательно. Все в тайских батах. Все платежи я перевожу по курсу на день перевода. Да, да, да. Ну, инвойс тебе, да, по курсу на день перевода. Все правильно. То есть вот инвойс тебе выставляется, там, завтра ты, например, идешь в банк переводить, или там дается тебе три дня. Сегодня смотрится курс банка моего, который будет получать деньги, если я застройщик. И в этот же день мы тебе выставляем, там, столько-то, там, тысяч долларов ты переводишь. И следующий вопрос. Ну, давай уже тогда перейдем. Вот сейчас появилось несколько вопросов. Сиди, ты увидел их, постараюсь ничего не забыть. Если что-то забуду, попрошу еще раз напомнить. Давайте перейдем немножко к следующей части. Будут какие-то вопросы по этой, еще вернемся. Все-таки, если уж мы говорим о доходности, то вопрос доходности хочется поднять так более-менее основательно. Начинаем подбирать объект, ну, из того, что есть у вас в компании или в других компаниях. Значит, ориентируемся на то, что доход я буду получать в первую очередь с арендой или с роста цены. С чего я буду, во-первых, получать доход в Каиланде сейчас? Вот ты прям сразу попал в две возможности получения дохода. Первый – это, конечно же, рост цены. Если ты покупаешь, заходишь в проект на ранней стадии строительства, то на протяжении строительства, там на 30-40% растет цена. От начала строительства до конца строительства. Это первый доход. А срок строительства год, два-три средний? Два-два, два с половиной. От начала, от самой дешевой цены, скажем так, от пресейла до сдачи в эксплуатацию, это обычно там два с половиной года. Два-два с половиной. Значит, это от самой дешевой цены до там самой дорогой уже, когда там сдана в эксплуатацию. Значит, это вот первая возможность доходности. Вторая возможность доходности – это либо сдача в аренду самому, там может владелец спокойненько сам заниматься. У меня есть здесь друзья, которых 10, 12, 15 объектов, которые прямо вот здесь живут и которые управляют, своей недвижимостью занимаются, и они получают себе спокойненько там порядка 10-12% от года в год. Где-то там хорошие года, там и больше, 13-14% получается. Но нужно рассчитывать там где-то порядка там 10-12% не больше, если ты сам будешь заниматься. Значит, если ты сам не будешь этим заниматься, то тебе нужно поделиться с управляющей компанией. Либо это управляющая компания застройщика, либо это управляющая компания какая-то внешняя, которая здесь, здесь их много, они занимаются управлением квартир, вилл, недвижимости. Значит, тогда у тебя будет доходность, ну, тоже зависит от объекта, есть тут виллы, которые многомиллионные, это как яхты, они не приносят доходности вообще. То есть, они просто вот там, если около нуля получается на обслуживание, то хорошо. Но в среднем нормальная доходность считается 6-7-8% до 8%, с 6 до 8% годовых, если ты отдал это какой-то управляющей компании, тебе эта управляющая компания выплачивает пассивные доходы. А она выплачивает? Куда она мне ее выплачивает? Она мне выплачивает там на Украину, в России? Или она выплачивает? Нет, значит, лучше все-таки тебе надо будет когда-то прилететь. Можно, конечно, там договориться, что на Украину, в Россию, но открыть тайский счет, нужно будет прилететь все-таки когда-то, если ты уж там принял решение инвестировать в Таиланд, открыть здесь счет, и на этот тайский счет она будет тебе платить, у тебя будет карточка, ты по всему миру можешь пользоваться своими деньгами. То есть обычно так. Но можно, можно найти возможности, чтобы платили и за рубеж. Давно у нас не было такого насыщенного вебинара. Геннадий, через пару минут обязательно задам вопрос по фрихолд или с холд, Давайте сейчас вопрос, а через какие банки выгоднее совершать переводы? Есть ли у вас какой-то опыт, ну, последний, с кем, ну, ваши клиенты... Сейчас, подожди, подожди, Филипп, по поводу фрихолда или с холда мы и так расскажем. Расскажем, сейчас говорю, вопрос вот от Елены, через какие банки выгоднее совершать переводы? Что говорят предыдущие покупатели? Переводы в Россию? Куда-то или куда? Тогда вопрос, о каких переводах речь идет? Если, ну, как бы разницы нет, любые банки платят по свифту, по всему миру. В моем личном опыте самый такой большой платеж, у меня там была сделка, вилла 3 миллиона долларов была, и вот 1 миллион долларов нужно было перевести в Австралию продавцу. и вот как бы я помогал человеку, продавцу, покупателю запрыть эту сделку, и этот перевод произвели из Кунг Сри банка, это желтый мы называем, тут мы по цветам делим. Смотри, платежи на покупку из России в Таиланд, вот идут вот эти платежи. А, а, Сбербанк хорошо платит, прям работает вообще как часы. В некоторых банках таких бывают какие-то проблемы, операционисты не понимают, как переводить, а из России Сбербанк со всех уголков России платит. Я думаю, Сбербанк заплатит нам за эту рекламу, так ненавязчиво. Ну, кстати, да, хотелось бы. Поделишься, Филипп, если заплатит. Хорошо, в наше время делиться необходимо. 6-8 процентов, о которых ты говоришь, это чистая доходность? Соответственно, все расходы на содержание квартиры, которую я, может быть, никогда и не увижу, оплачивает, собственно, это управляющая компания. Значит, смотри, если, вот, управляющая компания берет свой, то есть, смотри, доходность получается грязная, там, порядка 10 процентов, это вот вообще нас давалось, там, допустим, ну, там, купил ты квартиру, давай так, чтобы проще было понять, там, за 100 тысяч долларов. Она тебе принесла, там, там, 12 тысяч долларов в год, она тебе принесла. Ты заплатил из этих, там, 12 тысяч долларов, там, тысячу долларов коммунальные платежи, там, тысячу долларов уборки, чекины, чекауты, там, за управление этой недвижимостью, заплатил гонорар управляющей компании, там, 2-3 тысячи долларов, то есть, ну, то есть, 20-30 процентов, вот где-то это нормально. Есть, конечно, больше берут, 30, среднее по рынку 30 процентов, за то, что кто-то вместо тебя этим занимался. И вот оставшиеся, там, 70 процентов, это твои деньги. Вот, вот эти 70 процентов, ну, за минусом тех, которые потрачены на управление, вот, они выходят, там, в 6-8 процентов. То есть, действительно. То есть, те налоги, ну, для каждого, каждый случай индивидуальный, зависит от того, из какой страны ты покупал, и так далее, вот те налоги, которые ты сам потом купил, платишь, ну, ты же должен их платить, по крайней мере. Да, да. Не в Таиланде уже у тебя, вот это уже отдельная история. Тут, ну, поэтому. Ну, конечно, это у каждой страны, свои налоги. Окей. Конечно, ты там, ты там хочешь платишь, хочешь не платишь, это уже никто, это на вашей гражданской совести. Давайте, мы ответственные граждане, значит, будем платить. Да. Давай все-таки коснемся вопроса Лисхолл, Фрихолл. Я знаю, что кадр у тебя заготовлен, сейчас мы его найдем. В двух словах, все-таки, если мы говорим не просто о Лисхоллде, о Фрихоллде, о двух формах собственности в Таиланде, давай поговорим о, с точки зрения, давай я расскажу кратко. Да, да. Я кратко расскажу о Фрихоллде, здесь таким почерком написано, что я даже не вижу, что написано, но я знаю. Значит, разница вообще. То есть, Фрихолл, это вообще полная собственность, как вот там в России вы купили, по наследству передаете, как в Швейцарии, в Японии, не знаю, в любой точке мира есть собственность на недвижимость, которую можно передавать из поколения в поколение, и вы ни от чего не зависите, это ваша собственность. Значит, второе, Лисхолл, это тоже форма собственности в Таиланде, но она такая, временная форма собственности. Здесь, вот по нашему подобию БТИ, здесь называется Ленд Департмент. Вот Ленд Департмент вам выдает документ на право собственности Лисхолл на 30 лет. Оно просто ограничено, это право собственности, на 30 лет. Значит, но застройщик на самом, в самом начале, вот даже, когда подписывается контракт, вот сейчас, например, на пресейле, ну, на предпродажах, да, когда еще не сдан в эксплуатацию, то он вам сразу подписывает минимум на два продления, то есть некоторые девелоперы прописывают это на там 4-5, на бессрочный Лисхолл, называют это так, но минимум это два, то есть 30 плюс два раза по 30, 90 лет Лисхолл. Лисхолл. И потом в перспективе клиентам через 30 лет там клиент или дети клиента уже могут прийти в Ленд Департнент с этим контрактом и самостоятельно продлить этот Лисхолл еще на 30 лет. То есть это как бы форма собственности, она точно так же продается, эта форма собственности, она точно так же там передается по наследству, эта форма собственности. Единственное, что здесь по-моему банки не выдают кредиты, но я почему говорю по-моему и не уверена, потому что в принципе в Таиланде иностранцу получить кредит это практически невозможно. Можно под фрихолл, под 50%, я знаю такие кейсы, но они единичные, там если сделки по продаже недвижимости это там сотни их этих сделок, то получение кредита в единице, поэтому вот кредит вы не получите под лисхолл, а так все остальное можно... Что с наследованием, вопрос, что с наследованием в случае фрихолда или лисхолда, и каковы налоги на наследство? вот, вот это сложный вопрос, еще не сталкивался я с наследством, но значит, если это если это лисхолл, то там все просто, там любая транзакция это 1,1%, если это с фрихолдом, ну, то есть по наследству по наследству я вот не уверен, но скорее всего тоже 1,1%, так же, как и по просто перепродаже. Давай так, пообещаем, что вы выясните этот вопрос по завершению вебинара и ответите, потому что мы завтра будем делать материал, и к этому материалу хотелось бы ответ на него получить, даже если вы не сталкивались. Все-таки как с наследованием... Разница, смотри, давай еще по поводу разницы фрихолда разница номер один, фрихолд всегда дороже, потому что есть квоты, фрихолд можно купить только квартиру, землю нельзя купить во фрихолд, вот в этом разница, на иностранца фрихолд земля нельзя, значит, квартиру можно и то только 49% в комплексе многоквартирном, то есть если, грубо говоря, 100 квартир в здании, то только 49% одинаковых 100 квартир, то только 49 из них можно продать во фрихолд. Почему это? Потому что, опять же, каждый владелец квартиры имеет право на кусочек земли под всем зданием, и поэтому нельзя продать больше 49% иностранцам квадратных метров, потому что теоретически они будут владеть той землей, и поэтому есть так называемая квота вот этих 49% и эта квота всегда продается дороже. Это раз. Второе. Налоги. На фрихолд больше налоги. Если на листхолд это 1,1%, то на фрихолд это 6,3%. Ну, все совокупно, там есть бизнес-налог, там есть гербовый сбор и так далее. там совокупно где-то 6,3%. Поэтому, если люди хотят купить фрихолд и быть совсем полным собственником недвижимости, то они должны понимать, что это дороже всегда. Но, соответственно, виллу вы покупаете всегда только в лисхолд, во фрихолд ты не можешь его купить. Значит, лисхолд, если на физическое лицо, то земля будет оформлена только в лисхолд. Само здание, сооружение может быть оформлено во фрихолд. Но земля, да, только вот тоже там 30 лет, 90 лет. Но есть обходные пути, которые работают в Таиланде, это через компанию, через тайскую компанию. То есть покупается компания, но там, но это схемы уже, это уже отдельно, пишите, если кому-то интересно, мы расскажем, проведем по структуре сделки. Если мы все-таки говорим об инвестициях, получается, что в локальное время, если ты хочешь инвестировать, скажем, на 10 лет, ну там, у тебя порог такой, для тебя, ну, тем более по побочным расходам, лисхолд, в общем-то, будет повыгоднее, потому что сдаешь ты одну и ту же квартиру, что в лисхолд, что во фрихолд, расходы у тебя будут меньше? Сто процентов, конечно, ну, конечно, доходность выше будет от лисхолда, и, это, вот, те сделки, которые были у меня во фрихолд, то это, либо люди вообще не понимают лисхолд и не хотят ментально понимать, там, ну там, у меня была сделка, например, со швейцарцем, да, и он говорит, какой, блин, какая аренда, я вообще не понимаю, не нужна мне аренда, мне нужно только, я готов переплатить, и все, либо люди, которые в долгую хотят потом подарить, то тоже ментально, как я подарю своему ребенку аренду, типа, ну, то есть, хотя это форма собственности, да, ну, то есть, как бы, нет, типа, мне только фрихолд нужен, то есть, в основном это такие, а если экономически посчитать, то, конечно же, лисхолд выгоднее. Геннадий, услышали ваше пожелание о покупке с материалом, будем делать, будем делать, не помню, что у нас он на приане был, хотя все возможно, возможно, у наших коллег из Велокарты такой материал есть, в любом случае, если что, обращайтесь. Давайте, это следующий вопрос, опять же, связанный уже, может быть, с арендными перспективами, можно купить новостройку, можно купить вторичку, то есть, объект на стадии строительства, можно купить уже что-то готовое, какие здесь аргументы в пользу одного и другого, если цель исключительно заработать? Ну, то, что я уже упоминал, на стадии строительства всегда будет дешевле, чем готовое, то есть, готовое, если уже кто-то инвестировал раньше, то оно будет дороже, если оно сейчас продается, это тоже всегда, ну, хотя, хотя всегда, наверное, неправильно, я говорю, бывают разные ситуации, бывают, там, человеку срочно нужны деньги, а рынок стал, там, и, и вот, там, купите хоть за сколько-нибудь, потому что срочно нужны деньги, да, и вот, тогда, конечно, можно же выхватить какое-то, и на вторичке, хорошее, готовое, и дешевле рынка, ну, то есть, ситуации бывают разные, но, в основном, конечно же, здесь такой рынок, что, кстати, вот рынок вторички, он еще не сильно сформирован здесь, почему, потому что, сам, первичка, она, вот, Таиланд, с точки зрения, такой вот, доходной, недвижимости, апартамент, то он, он очень молодой, ему вот прям несколько лет, буквально, ну, вот, ты же помнишь, когда прилетал два года назад, я тебя возил, там, стройка, 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 а законченных объектов мало было, два года назад. было много, безусловно, сейчас, их больше, законченных объектов, естественно, вот те, которые мы ездили с тобой, стройки смотрели, они уже закончены, они уже эксплуатируются, все у них хорошо, но строек тоже достаточно много, и вот вторичка, еще только формируется этот рынок, цена есть, она выше, но сделок мало, потому что в основном люди покупают первичку, потому что она дешевле, чем вторичка, ну, очевидно. Окей, скажи тогда, ну, просто потому что, условно говоря, вся вторичка, это как бы такая новая вторичка. Да, 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 конечно. скажи тогда такой момент, все-таки вот выбирая объект, ну, сколько вот сейчас, например, если мы говорим о новостройках, тех, которые, ну, сейчас еще вот готовые, ты еще не купишь, ну, на Пхукете, 20, 30, 50, еще раз. Сколько объектов? Сколько вот, ну, сейчас, в процессе, в процессе, вот сейчас прямо одновременно порядка 20, ну, плюс-минус, я могу ошибаться, 20-25 проектов, вот прямо вот сейчас в строительстве, но таких хороших ходовых до 20, вот которые на западном побережье, которые прямо вот, окей, как бы, есть один проект, есть второй, есть третий, какие параметры мне стоило бы учесть, так, ну, с житейской точки зрения, с житейской инвесторской, чтобы понять, вот этот объект будет более доходный, вот этот менее доходный, хотя, скажем, и тот предлагает нам на 3 года 7% гарантированный доход, и этот предлагает на 3 года. Ну, смотри, нужно смотреть локацию, нужно смотреть, сколько стоит квадратный метр, что здесь, кстати, в Таиланде не сильно люди акцентируют, продавцы не сильно акцентируют внимание на стоимости квадратного метра, ну, вот, типа, там, квартира стоит 100 тысяч долларов, да, и все, там, типа, а сколько квадратных метров, ну, какая разница, то вот прям нужно внимательно смотреть на то, сколько стоит квадратный метр, затем на локацию обязательно, как он, вот сам бы ты жил бы в этом проекте или нет, и насколько это близко к инфраструктуре, где это находится, в каком районе, очень важно, вот такой там лайфхак, вот на восточном побережье есть объекты, есть кондоминиумы, которые строятся, либо там на Челонге, либо Пукеттауне, то вот они могут привлекать там ценой, но я не рекомендую их покупать, потому что, ну, это не туристические места Хукета, если мы говорим о Пукете, и нужно максимально близко покупать к пляжам на западном побережье, то есть это максимально близко, максимально близко, это значит лучше купить штанги, километра, километра, ну, ты смотри, есть один объект, хорошо, есть один объект, ну, там, в нашей терминологии, скажем, вторая линия, то есть, ну, там, три минуты до моря, или первая даже, да, один объект, километрия, первая линия, есть объекты на первой линии, но квартира, это там от миллиона долларов, и их очень мало, вот недавно совсем там был в лагуне, далеко от нашего проекта, был проектик маленький, там, что-то около, по-моему, тридцати квартир всего, и они все там от миллиона до полутора миллиона долларов, в зависимости от квадратных метров, и вот сразу, да, то есть, такие люксовые, такие нормальные инвестиционные, которые 100 тысяч долларов, первоначальная цена от 100 тысяч долларов, ну, там, от 80, от 100 тысяч долларов, то они все находятся на расстоянии от 500 метров до километра, вот на таких раз. Хорошо, давай тогда коснемся еще одного вопроса, Таиланд одна из тех стран, где очень активно предлагают историю с гарантированной доходностью, вообще, с одной стороны, гарантированная доходность, это то, что, ну, привлекает, всегда приятно получать, но тут целый спектр вопросов, насколько вообще эта история выгодна, потому что, ну, есть такое мнение, и оно, в общем, не безосновательно, ну, я говорю сейчас про инвесторов, да, про покупателей, которые, что ты, по сути, стоимость вот этого гарантированного дохода, нам на 2, на 3, на 4 года, она заложена в стоимость объекта, и ты можешь купить или, там, условно говоря, за 100, 15 тысяч, а может быть за 130, но вот эти разницы в 15 тебе просто 3 года будут давать. Да, это нормальная, частый вопрос, частый вопрос от покупателей, поэтому он у тебя абсолютно адекватный и нормальный. Значит, смотри, есть такое, однозначно, что застройщик берет риски дополнительные, там, какая-то ситуация сдаст, он не сдаст, а он обязан выплачивать тебе гарантированный доход. Поэтому, скажем так, сторговаться на, если ты говоришь, мне не нужен гарантированный доход, но дайте мне скидку, например, да, вот сейчас, то будет гораздо легче, чем если тебе нужен и гарантированный доход, и скидка. Вот с гарантированным доходом и скидкой это уже не пролезет, а вот без гарантированного, то да, там, то есть, то есть, как бы доля правды того, что заложена часть, часть прибыли в цену, в твоих словах, есть. Значит, но основной доход, конечно же, то есть, да, застройщик берет риски, управляющая компания берет риски, потому что нужно владельцу выплатить гарантированно, а непонятно, будет сезон, не будет там, ну, как бы, Таиланд переживал, сейчас мы переживаем, да, этот катаклизм в виде коронавируса, а до этого были, и кризисы, там, 2008 года, и цунами 2004 года, были всякие разные падения. Значит, поэтому зачастую, вот, продавцы, девелоперы, они не продают 100% гарантированный доход, они продают какую-то тоже квоту. Вот на первом начале, в виде маркетинга, для того, чтобы раскрутить себя, да, вот мы даем там гарантированные доходы, но продав там часть квартир, там, 10, 15, 20, 30, ну, может, там, ну, максимум 50% квартир, с гарантированным доходом, они обычно останавливают, все, типа, квота закончилась, больше гарантированного дохода нет. Поэтому, поэтому можно купить вот гарантированный доход, если без гарантированного, то можно получить скидку от застройщика какую-то там. Смотри, и все-таки такой момент, я заключаю договор на покупку застройщику, и этот застройщик гарантирует мне определенную доходность. Я правильно понимаю? Да. И, соответственно, если плохо справляется управляющая компания, ну, ты сказал, что часто управляющая компания может быть от застройщика, прямо, но в любом случае, если что-то не так, общаюсь я не с ней, а общаюсь я напрямую с застройщиком. Я говорю, ребят, вы мне обещали там, вы не дополучили 7%, окей, а если доход не гарантированный, как я определяю, как мне договариваться, как мне определять с... Ну, обычно это дают там 70 на 30, то есть 70% отдают инвестору, владельцу квартиры, а 30% забирают управляющая компания. И по итогам года, в зависимости от того, сколько твоя квартира эксплуатировалась, сколько раз она сдавалась, не твоя конкретно, а вообще это так называемый рентал пул, все квартиры в комплексе сдаются и потом равнозначно делятся между владельцами. То есть это так, ну, я же говорю, есть такое понятие рентал пул, для того, чтобы не было типа, о, моя квартира сдавалась, твоя не сдавалась, поэтому, ну, вот, вот так это все происходит. И, ну, и там вот доходность, да, там как бы застройщик не несет никакой ответственности уже, и, ну, и все, там есть доходность, есть, нет, нет. Окей, такой еще вопрос, ну, это, собственно, меня, когда ты еще был в Таиланде, произвел довольно сильное, не то, что сильное впечатление, но этот нюанс впечатлил меня, то, что некоторые объекты, имеют право быть сданными в краткосрочную аренду, некоторые нет. Этот момент, вот, опять же, из тех 20 объектов, которые сейчас строятся, все это кондо-отели, давай несколько слов об этом, потому что это важно. Нет, нет, не все кондо-отели, есть просто апартаменты, кондо-миниумы, которые без лицензии, без отельной лицензии, и которые нельзя сдавать в посуточную аренду, по закону Таиланда. Их можно сдавать только в помесячную, в долгосрочную, минимум на месяц. Значит, для того, чтобы сдавать посуточную, нужно обязательно отельная лицензия. При прочих равных, те объекты, которые имеют отельную лицензию, стоят дороже? Конечно. А у них, они в любом случае дороже, потому что они, ну, не всегда, зависит очень, не только от этого формата, а зависит еще от локации сильно. Я, например, знаю комплекс там на Майкао, где очень дорогие квартиры, там, 200 тысяч баз за квадратный метр, ну, там первая линия, и там это просто контик, без инфраструктуры, без отельной лицензии, но там очень дорогие, но первая линия. Но вообще, да, инфраструктура для отельной лицензии, она должна быть, ну, там, должны быть рестораны, должны быть какие-то фитнесы, должны быть, должна быть инфраструктура, как в отеле. Рецепшн, там, чекины, чекауты, там, все, все должно быть, как в отеле, и тогда только можно получить отельную лицензию. А без этой инфраструктуры не дадут лицензию. Окей, ну, смотри, Ежели мы говорим об удаленной покупке. Предположим, человек был на Пхукете, но он по крайней мере что-то понимает, что западное побережье не столь развитое, восточное развитое, север развит меньше, но он подороже. Там один пляж более престижный, другой менее престижный. Вопрос такой, вот я вижу объект, 6% дает, пусть гарантированно или не столь, в общем, заявляет 6, другой заявляет 8, третий заявляет 5. В чем здесь подвох и, опять же, если я не собираюсь даже здесь бывать, вроде и один застройщик известный, другой более-менее известный, а разница столь велика. Кто же возьмет 5 и может взять 8? На самом деле, да, смотри, ну, то есть, я тебе могу привести это на одном примере. Вот есть, например, здесь на Пхукете один большой девелопер, Лагуна называется, для тех, кто был на Пхукете, точно знаю. Лагуна – это просто гигант, гигант. Лагуна, Лагуна Проперти, да, тоже, если из Лагуны нас кто-то смотрит, можете нам перечислить за рекламу. Значит, и вот в Лагуне это компания, которая публичная, которой уже там 30 лет, у нее на территории 500 гектаров земли, у нее там 5 отелей пятизвездочных на территории, у нее гольф-поля, там, и шикарная, огромная инфраструктура. И они печатают, как на копировальном станке, всевозможные там вины, кондоминиумы и так далее. И вот у них самая низкая доходность, которую они дают, и самые высокие цены. Но они имеют право себе это позволить, потому что уже такая у них база данных инвесторов, и такие, ну, это как Луи Виттон, да, такой вот, который уже здесь, на Пхукете, которые вот стоят денег, и они зарабатывают больше всех здесь, на Пхукете. Ну, молодцы, правильно выстроили бизнес. Значит, другие девелоперы, они, в принципе, все девелоперы другие на Пхукете, они меньше Лагуны. Но им же надо как-то конкурировать, если они будут так же покупать, будут такие же условия ставить, как Лагуна, например, то они ничего не продадут, будет только Лагуна продавать, ну, образно говоря. Я сейчас, конечно, утрирую, потому что нужны другие локации там и так далее, да. Поэтому есть и по ценовой, там, по ценовым критериям лучше условия, и по процентам лучше условия. Просто другие меньше зарабатывают и делятся этим заработком с инвесторами, которые инвестируют в недвижимость, с покупателями. Вот и все, вот только в этом разница. И вот, ну, это рынок, да, кто-то, у кого-то какие-то конкурентные преимущества. Я знаю, вот, ну, там было раньше больше, было там три проекта, потом два, сейчас вот один проект остался наш, но это только в маркетинговых целях. Где вообще 10% дают доходность. И, ну, там вот раньше был там Нордик, Утопия, в общем, которые давали. Сейчас там у Нордика все распродано, у Утопии тоже там все распродано, они уже столько не дают, то есть это другие. И 10% на 10, там, или даже, по-моему, на 20 лет там давали. Ну, на первичных тоже этапах и тоже из квоты в виде маркетинга, чтобы обратить на себя внимание. Вот есть такие, ну, и нормально выплачивают, люди получают. Я знаю людей, которые купили там недвижимость, которые получают такую доходность. Окей. Давай, Вадим, тогда поступим сейчас следующим образом. То есть, кстати, Филипп, ты понимаешь, да, что тут тоже не заложишь уже в цену 10% на 10 лет, потому что это 100% за 10 лет возвращает тебе, и у тебя в подарок остается квартира, которая тоже подорожала. Поэтому, то есть, есть разные нюансы, здесь в цену не заложишь, это возвращается еще к предыдущему вопросу. Окей, давай поступим тогда следующим образом. Сейчас мы с тобой на несколько минут прервемся и сейчас подключим твою коллегу Кристину, с которой поговорим уже, собственно, о вашем проекте, а потом мы с тобой вернемся и поговорим о других проектах. Ну и, естественно, часть вопросов, собственно, как презентацию проекта, тогда поручим Кристине, а с тобой мы тогда уже потом поговорим более жестко, что называется. Хорошо, давай, давай. Давай, значит, тогда сейчас, давай, ты тогда сейчас отключай микрофон, камеру. Договорились. Кристина, подключайтесь к нам, я вижу, вы уже есть среди докладчиков, и я пока, во-первых, поставлю вот такую картиночку, сейчас будем говорить о конкретном проекте. Собственно, как я уже сказал, ну, два года назад с Вадимом мы разговаривали, и его компания занималась тогда в основном приемом специалистов, приемом туристов, с продажей недвижимости, арендой. А сейчас вот такая история, компания занялась и девелопментом. Кристина, здравствуйте, давайте проверим связь. Здравствуйте. Здравствуйте вам из солнечного Пукета. Да-да-да, вот Вадим сидел в менее солнечном месте, а за вами еще такой славный-славный логотип. Кристина, ну, давайте расскажем тогда, вот есть среди прочих проектов, вот ваш новый проект, проект «Лаян Грин Парк», вот он. Начнем с того, что это такое, где он находится. Вот, видите, вам же комплименты делает Кристина от Олега Петровича. Спасибо, Олега Петровича. Мне вот вы ничего хорошего не сказали, может, оно и к лучшему, но не стоит. Не по делу, да. Да, не по делу. Кристина, Кристина, рассказывайте, пожалуйста. Ну все, теперь нас с делового тона собрали. Давайте так буду называть, вы знаете, как Гарик Бульдог Харламов, Кристина Лапочка Соколовская. Пожалуйста, рассказывайте о проекте. Да, я хотела как раз подчеркнуть то, что только что говорил Вадим, что есть апарты, а есть кондотели, да, у которых есть отельная лицензия, и они могут сдавать, мы можем сдаваться посуточно. Как раз таки «Лаян Грин Парк» является кондотелем. У нас есть отельная лицензия, и мы можем сдавать посуточно, как на долгосрочную, так и на короткосрочную аренду. Вот. По нашему комплексу мы находимся на Бангтау. Бангтау – это самый престижный район на Пукете. Наверное, примерно, как вот если брать Москву, как рублевка в Москве. Опять-таки, потому что у нас на Бангтау находится лагуна. Проект, о котором только что рассказывал Вадим и говорил, что лагуна – это как Луи Виттон. Вот. Мы находимся в 700 метрах до пляжа Бангтау. Буквально 1-2 минуты езды на нашем развозочном такси. Если хотите прогуляться пешочком, можно, ну, 5-7 минут. Хвойные деревья, красивая дорога. Вот. Пляж Бангтау, успею заметить, он входит в десятку лучших пляжей в Юго-Восточной Азии, не только Пукета. Вот. И, в свою очередь, мы находимся 5-7 минут езды тоже на бесплатном такси от района лагуны. Про который говорил Вадим. То есть это район премиум-класса. Давайте. Вот точно у нас есть эта фотография. Значит, ну вот пляж Бангтау, где пляж, где океан, здесь более-менее понятно. Значит, вот есть, не у всех, наверное, большие экраны, не все могут прочесть ничего как. Но вот есть вот левая часть экрана. Я вот не знаю, вот я ввожу курсорчиком. Я возьму курсор. Я не знаю, видят ли наши зрители курсор в этой программе. То есть вот левая часть – это вот несколько проектов, и в том числе вот ваш проект. А правая часть – это как раз та знаменитая лагуна, о которой говорил Вадим. Да, вы можете посмотреть. То есть написано «Лайя Резорт», «Баньян Три», «Ансана» – это все пятизвездочные отели. Затем идет «Дрим Бич Клаб», «Хана Бич Клаб», это пляжные клубы. Вот, и как раз-таки лагуна Гольф Пукета, о которой говорил Вадим. Территория пятизвездочных отелей, гольф-полей, спа-салон. А рядышком находится еще знаменитая улица Ботавеню. Написано «Ботавеню Мол». Вот как раз-таки там находится вся инфраструктура. Рестораны, бары, кофейни, торговые центры, европейские магазины. У нас даже недавно построили аквапарк новый. В этом месте. Окей. Смотрите, ну, вот если я правильно понимаю, ведь этот же район, он относительно близко от аэропорта, но вот к северной части он еще все-таки не относится, потому что совсем север Пхукета, он же пустынный, а здесь, соответственно, уже, что называется, такая цивилизация. Вот если мы видим карту... Но мы находимся... Приятной особенностью локации является то, что мы находимся в 20 минутах от аэропорта. Но он на север. Здесь не что называется цивилизация, у нас здесь цивилизация в самом расцвете. Такой вот определенный европейский район на острове Пхукет. Окей. А север Пхукета, да, они, скажем так, только начинают застраиваться. Значит, аэропорт к северу? Посреди. Аэропорт к северу? Да. Но мы находимся в 20 минутах от аэропорта, очень прилетели и уже отдыхаете. Окей. Давайте тогда смотреть следующий слайд. Ну, это рендеры, да, пока, поскольку проект еще находится в стадии строительства. Кстати, в какой он стадии? Что сейчас у вас сделано? И давайте о главном. Какие сроки и так далее? Сейчас у нас происходит расчистка земли. Строительство запланировано на сентябрь 2020 года, а окончание строительства на октябрь 2022 года. Территория у нас 6 раев, это порядка 100 соток. И комплекс пятизвездочный, потому что более чем 30% у нас идет под инфраструктуру, что соответствует требованиям пятизвездочных отелей. Вы видите на картинке 4 здания, да? Здание А, первое, перпендикулярно, это здание комплекса самого. Все здания 7 этажей и на территории 403 квартиры. Здание, которое пронумеровано 13, 12 и 14, это дуплексы и наш большой ресторан с террасой и лаунч-бара. На территории комплекса у нас 4 бассейна. Самый длинный бассейн 47 метров в длину и порядка 400 метров квадратных. Все бассейны с пресной водой. И на территории комплекса у нас, как я сказала, ресторан с террасой, лаунч-бары, спортивная площадка, беговые дорожки, детский игровой клуб, детская игровая комната порядка 500 метров квадратных, площадка для йоги. Ну, в общем-то, вся инфраструктура, которая неопрямо... Терраса есть. Скажи мне, пожалуйста, вот что слева, что справа находится? Потому что, если я правильно понимаю, территория, она такая вытянутая. А кто ваши соседи? У нас нет соседей. У нас зеленые холмы, простор, тропические пейзажи. А там ничего не построят в ближайшее время? Ну, я скажу вам то, что в данном случае инфраструктура здесь, если что-то и построится, препятствиям не будет. Наоборот, это будет, скажем, дополнительным пунктом. Потому что, я не знаю, обозначал Вадим или нет, допустим, максимальная высота на нашем проекте 23 метра. Если кто-то будет строиться перед нами, то максимально у них будет 15 метров высоты. Поэтому инфраструктура здесь только будет в помощи. Окей. Смотрите, я правильно понимаю, единственный момент, значит, вот сейчас на данный момент там первые сваи забиваются, и вот вы сейчас находитесь в офисе, давайте просто посмотрим, офис. Вот у вас там сзади уже Лайан Грин Парк, это офис продаж, условно говоря, который там есть. Да. На стройке прямо. У нас идет работа по расчистке земли. Понятно. Ну, давайте теперь тогда о главном, то, что всегда интересует, ценовой вопрос, и какие предложения у вас сейчас есть, чтобы можно было понять. На сегодняшний день, так как мы находимся на начальном этапе, скажем, предпродажном этапе, самый, скажем, низкий порог входа – это 95 тысяч бат за метр квадратный. В долларах переводить – это порядка 2,5 тысячи долларов за квадратный метр. Так как я вам уже говорила, у нас 403 квартиры, но большая часть из них – это студии, 33 метра квадратные, и односпальные квартиры – 45,4 метра квадратные. То есть самый низкий порог – это студия, и если в долларах говорить, то цена порядка 96 тысяч долларов. Но это вы приобретаете квартиру уже полностью с мебелью, с ложками и вилками. Единственное, что вам нужно взять этот купальник и прийти… Но история такая, что вы же не выбираете. То есть как бы есть некий стандарт, и вы этот стандарт, ну, условно говоря, все должны соблюдать. То есть вот обои будут такие, ложки-вилки будут такие, поскольку если речь идет о гостиничной истории, то все квартиры должны быть плюс-минус одинаковые. Совершенно верно. Если клиенты приобретают квартиры с целью сдачи в аренду, то у нас должен быть дизайн обязательно одинаковый. Потому что мы функционируем как пятизвездочный отель, и номера должны все быть одинаковые. Но так как 90% наших клиентов, они приобретают с целью получения дохода, то по большому счету нам все идентично идет. Но дизайн у нас очень красивый. Компания дизайнерская у нас одна из самых известных на острове. Они делают прекрасные азиатские дизайны в комбинации с современным подходом. Такие легкие постельные тона. Окей. Давайте тогда условия, потому что я вижу здесь три варианта. К сожалению, ну, видите, лучше вам озвучить, потому что видно не идеально. Вариант А, вариант Б, вариант С. Что это такое? Коротко. Вариант А – это вариант 10% гарантийного дохода на 10 лет. В случае оплаты 100% застройщик еще до начала строительства начинает выплачивать 10%. Соответственно, каждый год ваш доход будет составлять порядка 10 тысяч долларов. Это первый. То есть вы предлагаете следующую схему. Если ты оплачиваешь все сразу, вот прямо сейчас с моим переводом, то на протяжении ближайших 10 лет ты получаешь по 10% обратно. Сумма платежа 90, ну, там, 96 или любой другой. То есть это только к студиям относится или ко всем? Ко всем квартирам. Ко всем квартирам. Окей. Если оплата происходит сейчас, когда я получу первые 10% назад? Ну, во-первых, оплата через месяц происходит после подписания договора резервации. А, понятно. Например, сегодня подписали договор резервации, а в мае месяце проплатили 100%. И тогда первые 10% начинают выплачиваться через год после внесения стопроцентной оплаты. То есть тогда первые 10% выплачиваются в мае 2021 года. И так на протяжении 10 лет. На протяжении 10 лет. Вариант B. Вариант B идет 8% гарантийного дохода на 5 лет. Но выплаты в данном случае начинаются после фактического введения объекта в эксплуатацию с 2023 года. Тоже интересный вариант, поскольку первые годы, как правило, сложные, необходимо объекту раскрутиться. Как раз-таки вот за эти 5 лет наши клиенты приобретают квартиру под гарантию 8%. А потом они могут выйти, как обозначал Вадим, в рентал-поу. И вариант C. Это третий вариант. При оплате 30%. Вариант B оплата была 50%. Остальные все платежи, они уже привязываются к ходу строительства. То есть такая, по сути, беспроцентная рассрочка. Положили фундамент, оплатили 20%. Поставили структуру, оплатили 20%. Приемка 10%. Скажите, пожалуйста. Ну, цифры понятны. Они действительно так. Цифры выглядят всегда хорошо. Вопрос вот в чем. Во-первых, какие документы, что вы сейчас уже готовы предложить, просто показать, изучить тем людям, которым, в принципе, эта история может быть интересна? Что вы им готовы выслать, показать? Все. Все документы, которые есть в наличии. Не, ну это что? То есть как бы то, о чем мы с Вадимом говорили. То есть есть предварительный договор, есть основной договор, информация о том, кто является застройщиком. Всю вот эту информацию хотелось бы тоже понимать. Да, информация, то есть договор резервации, договор купли-продажи или долгосрочной аренды. Полностью все, всю информацию о застройщике. Вот. И все необходимое сопровождение. Но я вам хочу сказать так, что в большей степени я работаю с клиентами удаленно. Потому что здесь клиенты вносят просто резервацию, а остальная работа, она уже у меня происходит онлайн. В онлайн-режиме, то есть это моя ежедневная работа, в большей части в онлайн-режиме идет. Ясно. Скажите, ну здесь у нас, к сожалению, нет рендеров внутренней отделки. Повторите, пожалуйста, еще разочек все-таки вот площади студий и площади вот однокомнатных апартаментов. Студии идут 33 метра квадратных с полноценной кухней. Односпальные квартиры 45,4 метра квадратных идут тоже с полноценной кухней и две комнаты. Одна жилая комната, другая спальня, которые разделены стеной. У нас есть двухспальные порядка 90 метров квадратных и трехспальные 121 метр квадратных. Но большая часть квартир идет студии и односпальные. Окей. Так, ну и тогда давайте поступим следующим образом, чтобы просто можно было понять, если кто-то заинтересован в том, чтобы, ну вам, не в рамках вебинара, а просто пообщаться, условно говоря, лично, отдельно, давайте тогда просто контакты сейчас разместим. Сейчас самое время, чтобы еще разочек посмотреть. Еще разочек, давайте я покажу. Однушка в среднем сколько стоит? Двушка в среднем стоит порядка 140 тысяч долларов. А, нет, это однушка, а двушка порядка 270 тысяч долларов. 270, то есть, двушка получается, она по площади почти в два раза больше? У нее площадь 90 метров квадратных. А, понятно, понятно. Двушка, это двуспальная. Давайте сейчас тогда контакты, ну просто телефон тогда разместим. Ну и еще тогда буквально там несколько слов о инфраструктуре, потому что я вот еще чего не понял. Вы сказали инфраструктура пятизвездочного отеля, но пятизвездочный отель, он же определяется не только там тем, что 30 процентов отданным под инфраструктуру, там огромное количество параметров. Какие еще параметры подчеркивают статус проекта? Ну, это близость к пляжу, как обозначал Вадим, то что в основном инвестиционные проекты порядка 500 до километра от пляжа. В наличии отельной лицензии, которая у нас есть, и сама инфраструктура. Отельная лицензия, я вот этого не знал, она получается еще до начала строительства? Я должна уточнить этот вопрос, но полагаю, что да. Знаете что, я у вас тогда спрашивать это не буду, я спрошу сейчас просто этого у Вадима, тем более мы сейчас с ним этот разговор продолжим, потому что вас мучить такими вопросами, наверное, не очень корректно. А вот с него, конечно, пополнить, да, потому что он как-то так все рассказал, а всю такую ситуацию, которая вызывает как раз больше всего вопросов, и понятно, что любое предложение в сфере недвижимости – это всегда вопрос доверия и недоверия. Кристина, спасибо вам огромное, тогда проект представили, давайте сейчас тогда действовать следующим образом. Вы отключаетесь, а Вадима начинаем мучить, потому что по сути проекта-то все понятно, а вот конкретные моменты хотелось бы тогда у него уточнить. Хорошо, всем хорошего дня. Спасибо большое, Кристина Соколовская, непосредственно с Пхукета. Дорогие друзья, мы примерно еще минут 20-25 будем в эфире, и мы ждем сейчас, когда к нам подключится Вадим. Соответственно, все вопросы, которые вы бы хотели задать и по теме этого проекта, и по теме других проектов, которые мы сейчас с Вадимом обсудим, самое время сейчас задавать. Возможно, я что-то забыл спросить из того, что было раньше задано, те вопросы, которые раньше были заданы. В общем, будет у вас время желания, пожалуйста, пишите еще раз. Вадим, ау, ждем тебя снова в нашем чате. Тебе нужно подключить камеру и тебе нужно подключить микрофон. Я хочу просто еще тогда от себя несколько слов сказать, пока Вадим подключается. Мы... вот был такой вопрос у кого-то в самом начале, ну, спрашивали в том числе и мое мнение по поводу возможной доходности. Вы знаете, вот, ну, Вадим сказал об этом, ну, в применении к престижным, скажем, к уже известным и к уже неизвестным проектам в Таиланде, ну, конкретно на Пхукете. Почему один проект там переносит 6%, по крайней мере, заявляется, что он переносит там 6%, другой 4%, третий 7%, 8%. По большому счету, это вот та же самая мировая история, самый больший, самый такой мощный доход. Это или, ну, какая-то маркетинговая история, чтобы проект раскрутить, или там более рискованные рынки. Собственно, как сказала одна моя очень знающая и тонко чувствующая рынок коллега, по большому счету, вот цифра в 4-5% годовых – это такой средний хороший доход. Я абсолютно убежден, что, ну, многие инвесторы, которые думают не о гигантских двузначных цифрах, а о сохранении своего капитала, они будут счастливы получить там 4-5% годовых – это то, что называется сохранить свои средства. И 4-5% они там и в Греции, и в Германии, и, там, не знаю, в Испании, они достижимы. Понятное дело, что нынешний год, он не самый, не самый, ну, такой хороший для тех, кто хочет получать доход от аренды. Ну, как вот Вадим сказал, этот сезон, ну, по сути, на Пхукете уже закончился, да, вот если мы говорим конкретно про Пхукет, потому что, ну, что, апрель – это уже такое переходное время. Вот я вижу, Вадим подключается, но что-то как-то не очень у него получается. С Вадимом, если что, можете написать в чат, может быть, какая-то помощь от меня нужна, чтобы подключиться. Ну, попробуем все-таки как-то по-другому. Так вот, продолжая свою мысль, 4-5% годовых – это цифра, которую, ну, более-менее после вычета всех сумм, после вычета всех налогов, после вычета всех, там, побочных платежей, потому что не надо забывать, если вы едете в квартиру выбирать, да, вы все равно тратите на билеты, вы тратите на подбор какую-то сумму. Так вот, ежели вы эти 4-5% каким-то образом можете вписаться, это хорошо. Все, что больше, это, ну, в значительной степени уже история, не то, что рискованная, но выше среднего по рынку. Значит, что-то здесь, ну, требует особых вниманий. Давайте сейчас еще посмотрю, какие-то… А, перезагружается компьютер, мои коллеги прислали мне информацию, давайте еще немножечко, Вадим, подождем. А я тогда просто несколько о другом уже скажу. Значит, с доходностью более-менее определились. Я считаю, что вот 4-5% – это очень хорошая цифра везде. Цифра большая, еще раз повторюсь, это маркетинг, это, ну, всегда, там, чуть большие риски. Например, когда мы говорим о строительстве, любое строительство, ну, что уж тут говорить, это всегда история более-менее рискованная, чем, когда вы покупаете что-то уже готовое. Ну, а теперь тогда, пока Вадим еще все пытается к нам подключиться, несколько слов о том, как мы будем проводить наши вебинары в течение ближайших недель. Значит, ну, поскольку, видите, мы все еще, большинство, по крайней мере, из нас заперто в четырех стенах, вебинары – это такая история, позволяющая, по крайней мере, виртуально вырваться за пределы этих четырех стен, я попрошу сейчас скинуть приановские контакты тех вебинаров, которые мы будем проводить в самое ближайшее время. Ну, значит, в понедельник мы проводим вебинар, посвященный недвижимостью Кипра и Мальты, а также тому, как кипрская и мальтийские программы гражданства живут в эти дни, поскольку, ну, вот сейчас как раз самое интересное, да, когда границы закрыты, когда возможность переехать из одной страны в другую есть чаще всего только у обладателей паспортов, ну, по крайней мере, если у меня есть второй паспорт, то основания есть, там, оказаться на Кипре или на Мальте. Так вот, интересно по практике, как эти программы сейчас действуют и какие изменения происходят сейчас в кипрской и мальтийских программах, что называется, в режиме реального времени. Из первых уст мы это узнаем, вот, замужем ли Кристина, Олег Петрович все не уймется, ну, что же делать. Таиланд – это такое место, где, в общем, эмоции очень часто преобладают. Так вот, и, соответственно, в понедельник наш вебинар посвящен этой тематике. Мы говорим о Мальте и о Кипре, работаем с компанией «Мигрант Инвест». Через примерно еще 48 часов после вебинара о Мальте и о Кипре, то есть в среду, мы будем говорить о недвижимости Турции. В прошлом году турецкая недвижимость начала бить рекорды. Мы стали, ну, особенно во второй половине года, обращать внимание на то, что, ну, просто Турция стала самым популярным направлением у покупателей зарубежной недвижимости. Смотрите-ка, что у нас происходит. По-моему, Вадим, как ты к нам присоединяешься? Вадим, привет! Вот теперь сиди и молчи. Две минуты я расскажу про Турцию. Давай, давай. Какое-то эхо у нас получилось. Так вот, в среду мы будем говорить... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, 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 все. Все, отлично, звук наладился. Так вот, в среду мы будем говорить о Турции. Это у нас будет, соответственно, 8 число. 10-го мы будем говорить о эмиграционных программах стран Карибского региона. И, скорее всего, в четверг у нас еще будет наш вебинар-марафон. Там сразу 6 компаний будут принимать участие. Олег Петрович, спасибо вам огромное. Юмор в нашей беседе всегда и всегда нужен. Олег, ну, Вадим, давай теперь все-таки с тобой о проекте. Значит, первый вопрос, который возник... Вот вы сказали, что у этого проекта есть отельная лицензия. То есть она уже получена или она находится в стадии получения, или это еще только проект? Нет, конечно же, нет ни у какого строительства нет лицензии отельного. Это лицензия получается только после ввода в эксплуатацию. Когда введено здание в эксплуатацию, когда у него есть вся инфраструктура, только тогда можно получить отельную лицензию. Без здания это нельзя получить. Мы делаем все, проектируем все таким образом, чтобы это был отель. Кто является продавцом в данный случай? Кто, собственно, несет... Вот мы говорили, есть ответственное лицо. Кто в данном случае это ответственное лицо? В данном случае это юридическое лицо Лоян Грин Парк, которое несет ответственность по этому проекту. Значит, соответственно, у вас есть вот этот стандартный... Ну, как говоришь, у компании есть стандартный договор, и этот стандартный договор вы готовы предоставить? Конечно, конечно. Ты сам говорил о том, что есть проекты, ну, как Лагуна, да, вот образец 30-летней истории. У этого проекта пока такой истории нет. Кто является застройщиком? Кто является дизайнером? Ну, понятно, что вы контакты эти можете выслать, но хотелось бы просто услышать, чтобы было понятно вообще, о ком идет речь. Ну, да, вообще вся информация есть на сайте. Вот я смотрю в чате... Ссылка была, да. Ну, еще раз ссылку киньте, пожалуйста. Значит, ну, на самом деле, смотри, я здесь, чтобы там правильно было понимание, я являюсь директором официальным, я подписываю все документы здесь. Но я организатор этого процесса всего. То есть я изначально искал, помогал инвесторам купить землю. Затем я продавал саму, то есть организовывал процесс сделки. Затем я сейчас помогаю организовать весь процесс строительства. Для этого я рекомендовал инвесторам нанять самых крутых здесь девелоперов, проект менеджеров, правильно я их называю? Их называют project and construction менеджеры. То есть это люди, которые под ключ делают проект от начала до конца. То есть что это значит? То есть это там проведение тендеров, это исследование там земли, там из строительства, получение лицензии всех. От начала до конца есть специальные организации. В нашем случае это DMG. Это самая крутая компания, которая 30 лет уже на Пхукете. Она основана американцами здесь. И они построили много, даже вот если говорить там, вот мы говорим, лагуна, 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 но лагуна нанимает тоже project менеджерскую компанию и тоже DMG. Один из последних проектов Кассия, это построила DMG. У них эта вся информация на сайте есть. И ее тоже, кстати, можно сбросить и в чат. И можно, ну она есть, вся эта информация на страничке у нас. Поэтому Layan Green Park, это название проекта, это юридическое лицо. Но за этим юридическим лицом есть очень опытная команда, которая ведет этот проект, которая занимается этим проектом профессионально. Это раз. Второе, то есть сейчас на стадии проектирования есть тоже опытнейшая команда, которая, я не знаю сколько, там тоже можно у них на сайте посмотреть портфолио, но там порядка 50 всяких крутых знаковых проектов разного уровня, разного масштаба. Это и 5-звездочные, и 4-звездочные отели, это и кондоминиумы, всевозможные такие вот коммерческие, такие, которые как вот у нас, такого нашего типа, они проектировали и строили, и вводили в эксплуатацию, и архитектурный надзор делали, все полностью. То есть, ну короче, то есть это понимаешь, да, то есть занимаемся, не я лично занимаюсь, да, Ну понятно. Скажи, ну вот ты 8 лет, насколько я знаю, занимаешься, ну связан с недвижимостью. Да, я просто знаю, что нужно рынку. Да, у меня вопрос вот такой. Я знаю, что нужно клиентам, и знаю то, что, вот поэтому как бы я помогаю всем. А, вот отлично, опубликовали как раз партнеры проекта, я думаю, что это будет интересно посмотреть, с кем вы это делаете, но ты смотри, вот, соответственно, ты не хуже меня понимаешь, что вот больше всего людей, особенно, когда мы говорим про удаленные сделки, главный вопрос, это гарантии. Вот вопрос, вот может быть даже общий применение к этому проекту, там, ну, условно говоря, об этом думать не хочется, но не думать об этом нельзя, особенно, если ты вносишь свои деньги. Если что-то идет не так, какова ответственность, кто не соответствует, что прописано на этот счет в договоре, как, собственно, нормативные акты Таиланда позволяют защитить мои инвесторские деньги в этом случае? Ну, смотри, с чего начать? Ты так сразу много вопросов задал. Значит, Давай законы Таиланда, что говорят на этот счет. Ну, смотри, законы Таиланда, они на сегодняшний день такие, с одной стороны, лояльные, с другой стороны, жесткие. Если что-то пойдет не так, то будут люди сидеть в тюрьме. Ну, то есть, поэтому шутки с этим плохи. Я точно не хочу сидеть в тюрьме и делаю все для того, чтобы этот проект был нормальным, реальным. Значит, что, какие гарантии еще? Гарантии, конечно же, договорные. То есть, договорные, это вот в контракте конкретно написано ответственность за там, невыполнение сроков, ответственность за, ну, за то, что там, если вдруг какие-то сроки не выполнится. Если вдруг, то есть, что еще? Ну, у компании на сегодняшний день есть инвестора, которых, у которых пул денег, даже если, грубо говоря, ни одной квартиры не продастся, то они построят и будут этим управлять, как собственными, ну, собственными помещениями сдавать это будут в аренду. То есть, у инвесторов денег достаточно для того, чтобы реализовать этот проект. вот это гарантия, гарантия денежная, то есть, в первую очередь, да, какая еще гарантия? Окей, хорошо. Я так еще раз понял, одно дело Кристина сказала, реквизиты и продавца, и реквизиты, ну, будущие там, управляющие компании, если она уже известна, все это вы готовы предоставить? Конечно. Конечно, это без проблем. Такой момент, все-таки, одно дело, мы там увидели рендерер, вот, есть, такой, весь пул объектов, которые строятся, которые есть сейчас на Бхукете. Вот, как бы ты определил место, там, дешевые, дорогие, там, совсем курортные, или там, может быть, еще до своего проживания. Вот, место Лаян Гринд Парка. Место Лаян Гринд Парка, это твердые 4 звезды, премиум класса, с очень качественными материалами, и, и, что немаловажно, это эко-проект, то есть, это, как бы, family orient, короче, это ориентированный на семью, на детей, экологический проект. Что это значит? Мы там будем устанавливать солнечные батареи, мы там будем собирать воду дождевую, там будут все энергосистемы, то есть, например, если в квартире, там, открываешь дверь, то выключается кондиционер, то есть, энергосберегающие системы. Есть такая немецкая организация H, это организация, которая, вот, есть такое понятие еще sustainable building, да, то есть, это устойчивые проекты, это словно трудно перевести, но это проекты, которые нацелены на, на сохранение окружающей среды, на то, чтобы не забирать ресурсы у будущих поколений. Так вот, в этом смысле мы первый проект такой. Я не знаю, то есть, зеленый проект, можно это так назвать, да, русским языком. А что для меня как для инвестора? Что для меня как для инвестора? Ну, зеленый, зеленый. Для тебя как для инвестора, это качество этого проекта, и это то, что и долгосрочность этого проекта, и рост цены, когда он сдастся в эксплуатацию, то ценность этого проекта будет выше, чем просто какая-то бетонная коробка, которая, у которой максимально отжали, да, то есть максимально отжали, это там сэкономили на всем, чем можно было сэкономить. Здесь, в данной ситуации, так как это первый проект, это визитная карточка для инвесторов, для нас, могу сказать, для себя, да, вот девелоперский такой, которым я рулю, то это визитная карточка, в котором, благодаря которой, мы потом дальше будем строить подобные проекты, вот, именно в этой, в этой направленности, в этом качестве, но цены, конечно же, будут выше. Сейчас мы конкурируем к качествам и ценой, и вот условиями. Два вопроса поступило, публично ли эти инвесторы проекта, можно ли как-то узнать, кто это, и есть ли кредитная линия на всяких пожарных? Значит, инвесторы не публичные, но с их разрешения я выложу, без проблем выложу, надо будет у них спросить, эта группа большая, и денег много. сейчас в порядке, если, как бы, ну, если ты заинтересованный покупатель, ты готов будешь познакомить их на брюсс? Да, 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 без проблем вообще. То есть, окей, не по кредитной линии, то есть, получить кредитную линию, то есть, получить кредит в Таиланде, в общем, не самое простое дело, какие-то кредиты, если что, есть? Просто пойти в банк и получить кредит? Нет. Можно получить рассрочку у нас, прямо у нас. я имею в виду, не, 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 у тебя, то есть, предположим, вот деньги-то откуда-то, не у покупателя, а у застройщика. Как застройщик, ты можешь получить какую-то кредитную линию на достройку этого объекта? Я об этом не узнавал, в этом нет необходимости, в теории, да, наверное, можно получить, но я об этом еще не узнавал, и я же говорю, в этом нет необходимости, потому что деньги есть на строительство этого проекта. Окей. Не нужны кредиты. Здесь не строятся на кредитные, здесь строятся на свои, все строится на свои. Окей. Есть ли опция buyback, если захотел продать через несколько лет? Значит, с удовольствием подпишем эту опцию, потому что цена, по которой это сейчас продается, то мы выкупим ее, но сейчас нет, потому что очевидно, что через несколько лет она будет дороже, эта квартира, и нет смысла сейчас подписывать эту опцию, покупатели не подписывают такую опцию, не хотят, потому что, ну, как бы нет смысла. Окей. Мила, мы обязательно ответим вот на этот вопрос про то, как отразится мировой кризис. Ответим буквально через 7-8 минут, а пока давай все-таки вводим еще такой момент, о чем мы хотели с тобой, когда мы еще обсуждали вот этот вебинар. Понятное дело, что, ну, вот есть этот проект ваш, все замечательно, кому-то подойдет, но многим людям он не подойдет, просто, ну, даже не потому, что они как бы там доверяют, не доверяют, это отдельная история, но просто не нравится им пляж Бангтао, да, да, хотят что-то другое. Поэтому я обращусь к тебе сейчас уже как к руководителю велокарты скорее. Значит, несколько слов о других проектах, которые сейчас просто можно купить, которые находятся, ну, которые есть в Таиланде, на Пхукете, и которые вы сейчас представляете. Давай просто пробежимся по ним, разные типы. Спасибо. Спасибо, Филипп. Я вам покажу, что ты мне прислал, ну, классный, ты же не прислал. Как же мы будем? Давай, давай, я так в общем расскажу. Смотри, конечно, очень хорошо, что ты об этом вспомнил. Конечно же, то есть, я в первую очередь владелец и, там, основатель, руководитель компании Велокарты. Это сервисная компания, которая удовлетворяет потребности клиента. И, конечно же, там, Лояна, Грин Парк, это на сегодняшний день без, там, без какой-то там рекламы, не потому, что там, это там наш проект. я просто знаю точно, потому что я в этом рынке, что это на сегодняшний день лучшие условия по отношению цены и тех условий, там, кешбэка, так можно назвать, да, там, процентов гарантированного дохода. но многим людям нужны, там, либо готовые проекты, либо другое, правильно ты говоришь, либо это Ката, либо это, там, Найхарн, Патонка, они не любят Бангтау, либо это Вилы, либо это, там, ну, короче, то есть много очень всяких критериев и потребностей у наших клиентов. И, конечно же, мы, в первую очередь, это потребность клиента. И мы подберем тот объект, который точно подойдет по всем критериям. И есть объекты, вот в данном случае на фотографии, это випкат, это один, уже одна фаза закончена, продана полностью, вторая фаза сейчас на стадии строительства. Хорошая такая, небольшая, не сильно большая девелоперская компания, но хорошая, рабочая, у них, там, адекватные цены и можно купить квартиру в почти готовом здании уже. Затем, есть там на том же... Пожалуйста, вот давай просто посмотрим, я правильно вижу, смотри, вот односпальные апартаменты от 160 тысяч долларов. Это не студия, это именно один плюс один. Да, это living room и сколько-то там квадратных метров, я просто здесь не вижу сейчас. Не важно, просто примерно, тут написано гарантирует, 7% на 8 лет, то есть они тоже работают по этой схеме и первую часть уже завершили. Да, 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 и там уже там больше 50% распродано и... ну и да, можно вот купить. А ты не знаешь, там и freehold, и listhold, возможно, или там уже freehold? Конечно, да, freehold, listhold, да, да. Окей, давай смотрим дальше. Andaman Riviera, это что? Andaman Riviera, это тоже почти готовый уже проект, вот это вот уже, судя по всему, готовый, это уже не рендеринг, а это реальный готовый фотографий. Или может быть это просто шоурум, ну не знаю. Да, нет, это реальные фотографии в реальном здании, просто еще не все квартиры там готовы. Там, но уже здание, коробка стоит, уже отделочные работы идут полным входом, остекление, и там уже продано порядка там 70% квартир, и чего там, 8% на 3 года, ну по-моему, они уже закрыли эту программу с гарантированным доходом, нужно разговаривать, ну в индивидуальном порядке можно будет разговаривать тоже. Я почему вот такие проекты показываю, где риски меньше однозначно, когда уже там почти готово, да, и осталось там немного квартир, но естественно цена будет уже дороже, чем в первоначальном, и даже у этих проектов, когда они начинали строить, у них были одни цены, а сейчас они уже заканчивают строительство, у них уже другие цены, но их можно купить, и, ну вот, вот такого класса проект, на самом деле, что здесь можно посмотреть, вот уровень, да, какой, вот, недвижимости здесь в Таиланде, и вот такого класса недвижимости проектов, вот там сколько-то, порядка двадцати таких, на которые можно обратить внимание, поэтому мы можем предлагать все, помогать, выбрать. Смотри, вот здесь односпальные апартаменты девяносто одна тысяча евро, здесь в предыдущем проекте односпальные апартаменты сто шестьдесят тысяч, вот это разница. смотри, девяносто одна тысяча евро в Андаман Ривьере, в Андаман Ривьере это акционное предложение, это вот сейчас кризис, да, есть люди, которые покупали здесь два года назад, и вот сейчас это здесь вставили квартиру, которая девяносто одна тысяча евро, это квартиру, которая, по-моему, здесь две квартиры таких долларов, да, две квартиры, которые остались для, ну, то есть вот по ценам, которые покупались три года назад, два года, не три года, два года назад, когда начинали строительство. Вот. Окей, давай тогда и третий объект посмотрим, вот он есть, трехспальная вилла, кстати, тоже интересно, написано трехспальная вилла, 390 тысяч долларов цена продажи, написано покупали за 700, вот, честно говоря, меня это немножко такая история, что здесь за история? Да, это, это эксклюзивный вообще, единичный вариант, людям сейчас, вот они прям встряли в кризис, там, в операционном бизнесе, срочно нужны деньги, и это вот прям совсем-совсем горячее предложение, которое появилось, ну, буквально позавчера, мне владельцы живут в Сингапуре вот этой виллы, и они мне позвонили, говорят, продай, пожалуйста, вот, за мой стоять. А если бы, вот ты пишешь 390-700, ну, а так, объективно, по рынку сейчас, она дороже 700 стоит, ну, или она там, потому что она 2006 года, может, она там. Да, она, она прям вот косметического ремонта, она нормальная, в ней живут люди, мы этой виллой управляем уже там больше года, два года уже, и она как бы нормальная, но она требует косметического ремонта, но у нее большие плюсы, у нее большой участок для Таиланда, там, порядка 900 метров, одна земля стоит столько денег, чтобы ты понимал, да, и вот сейчас единично появляются на рынке там объекты ниже рынка, ну, то есть как бы ниже себестоимости, вот это один из них, то есть это уникальный, я думаю, что его сейчас заберут какие-то люди, у которых есть как раз таки свободные деньги. Окей. Это я просто, готовясь к семинару, тебе подобрал самый-самый, вот самый смак, то, что есть на рынке. Окей. Ну, и смотри, давай тогда все-таки уже заканчиваем, два часа мы с тобой пообщались, даже с небольшими паузами искусственными, но все равно давай все-таки вот о чем поговорим. Так, это вилла в Лесхолде, ну, если вилла, то она явно в Лесхолде, да? Да, земля в Лесхолде, конечно, да. На 90-х годах. Мы тогда все-таки завершая наш вебинар, поговорим вот о чем. Все-таки сейчас время-то не самое простое, и можно сколько угодно там глядеть в будущее, но пока оно для очень многих неопределенное. Как тебе видится ближайшее будущее рынка недвижимости Таиланда? Произойдет, может быть, какая-то посадка цен, может будет проще торговаться. Если мы говорим о текущей ситуации, тем более, ты сам сказал, что этот сезон, он не весь был потерян, но значительная часть его была потеряна, соответственно, доходы меньше. Твой взгляд на эту ситуацию в перспективе, скажем, ближайших месяцев? Филипп, ну, смотри, как я уже говорил, что уже переживали кризисы, конечно, такого никто еще не переживал, это уникальный кризис, но мы же понимаем с тобой, и все люди понимают в мире, что недвижимость, она никуда не денется, и люди все равно будут жить в недвижимости, люди все равно будут отдыхать, и пройдет этот кризис по-любому, месяц, два, три, полгода даже, если он все равно пройдет, и все вернется в освоясь. Сейчас из-за этого появляются вот такие горячие пирожки, как я называю, и на такие горячие пирожки есть свои покупатели, но кризис по-любому пройдет, по-любому все цели восстановятся, и ну, какие перспективы? перспективы понятны на протяжении последних лет, на последних скольки-то там десятка лет, Таиланд, Пхукет, конкретно от года к году там 10-15 процентов прироста, и это все дошло до почти 18 миллионов туристов только на Пхукет в прошлом году. В этом году, конечно же, будет спад, ну, по понятным нам причинам, но есть такое понимание, вот здесь, я вот здесь уже в Таиланде переживал пока там один только кризис 14-го года, и был спад вот как раз перед Новым годом, этот был кризис там в октябре 14-го года, и количество туристов упало, там побанкротились даже какие-то операторы туристические, и все это все посыпалось, значит, но потом 15-16-е люди восстановились, и потом был так называемый отложенный спрос, поэтому те люди, которые любят Таиланд, они сейчас устанут сидеть дома, и они по-любому полетят отдыхать в следующем сезоне, ну, если там не в следующем, то через сезон, а недвижимость это тихая гамень, и это долгосрочная тема, то есть недвижимость, мы же все понимаем, что это не спекуляция, хотя вот сейчас могут быть и спекулятивные моменты, да, где можно купить дешевле рынка на порядок, и ну, можно, можно, да, то есть сейчас что-то купить хорошее, через годик-два продать это в два раза дороже. Окей. Ну, и перед тем, как задать уже, наверное, такой последний вопрос или предложить Вадиму такое финальное слово итоговое сказать и по предложениям, во-первых, господа, если у вас есть какие-то еще вопросы, которые вы хотели бы прямо сейчас очно услышать, самое время их задавать, потому что мы минут через 5 уже будем завершать наш вебинар, да, безусловно, мы опубликуем материал отдельный по итогам, я хочу сказать, что мы будем, ну, это будет материал и о вот возможности удаленной покупки, там будет информация о том проекте, который коллеги Вадима сегодня представляют, ну и сам Вадим, и, безусловно, рассылку вы и от нас, и от наших сегодняшних гостей компании Велокарты получите. Ну, Вадим, тогда твое слово, что ты хотел бы сейчас сказать и по текущей ситуации и по общему настрою для тех, кто заинтересован в Таиланде. Ну, Филипп, по поводу текущей ситуации я прям вот не хочу ничего говорить, я только хочу пожелать всем 36,6, чтобы не было, никто там не встретился с этим чудом, которое прилетело на нашу планету. По поводу дальнейшего, я хочу всем сказать, что, ребята, мы живем в Таиланде, я несколько раз акцентировал внимание на клиентоориентированность, на то, что мы на всю жизнь выстраиваем, это не пафосные слова, это правда, мы выстраиваем отношения на всю жизнь, и поэтому по любым вопросам обращайтесь, кстати, давай сделаем так, когда когда бы то ни было, если будет по любым там люди, которые когда-либо захотят прилететь в Таиланд, то VIP-встречу в аэропорту и трансфер от нашей компании всем зрителям вебинара будет организовано за наш счет, по любым, не обязательно покупать недвижимость, просто вот прилетели, мы вас встречаем с табличкой у рукава и это все бесплатно и доставляем на ту точку, куда вы хотите. Господи, пароль прианру, похоже, начинает работать. Ребята, смотрите вебинары, такой рекламы наших проектов мы еще никогда не получали, спасибо большое. Друзья, давайте прямой контакт, я думаю, компании будет не лишним сейчас еще раз опубликовать в чате, то есть как можно обращаться и по возможностям, приобретения объекта вот в новом проекте от компании, ну, не от компании велокарты, по сути, да, от, еще раз, давайте я покажу, как называется, Lion Green Park, Lion Green Park, просто как он выглядит, просто еще разочек, пару кадров, так есть проект Lion Green Park, который, Lion Green Park, который представляет, лучше на сайт перейти, там все более понятно, четко, этапы, этот вариант интересен, этот вариант, если Вадим и коллеги, коллега его, Кристина, вас убедили, вам показалось это интересно, вы хотите узнать подробности, пожалуйста, обращайтесь, интересны другие проекты, пожалуйста, тоже вашему вниманию, они, здесь варианты есть самые-самые разные, от себя могу добавить, чем я на 100% с Вадимом соглашусь, что действительно, ну, жизнь продолжается, да, этот год, наверное, получился скомканным, и уж 100% не таким, каким ожидали его мы, в том числе и те, кто инвестировал, но инвестиции в недвижимость, это всегда историю в долгу, то, о чем я сегодня говорил во время вынужденной паузы, что 4-5% годовых, давайте объективно смотреть, если уж мы говорим, там, в европейском масштабе, в твердой валюте, это цифры более-менее надежные, ватсап есть, вот, ну, тоже от себя, во-первых, хочу поблагодарить Вадима, слава богу, что мы сумели наладить связь, и все в итоге сработало, да, у вас сейчас комендантский час же скоро наступает, да, не, ну, он как бы не такой жесткий, он начинается в 9 часов вечера, сейчас всего 6, так что все нормально, то есть ты успеешь? Пешевай, да, конечно, да, отлично, дорогие друзья, будем рады видеть вас на всех следующих вебинарах, я с удовольствием еще раз представляю Вадима Букалова, руководителя, генерального директора компании Виллокарты, ну, и теперь и компании Лаян Грин Парк, да, да, меня зовут Филипп Березин, я надеюсь, что вы не зря провели два с небольшим часа в нашей компании, мне приятно, что зрителей было много, мне приятно, что вопросов было много, значит, тема действительно интересная, безусловно, мы не смогли раскрыть все темы, связанные с удаленной сделкой, но контакты есть, пожалуйста, то, что вас интересует, я прекрасно понимаю, что на вебинаре, ну, в публичном пространстве далеко не все вопросы хочется и можется обсуждать, наша миссия, рассказать, что вот есть такая возможность, дальше, кому интересно, пожалуйста, будем рады, если обе стороны и компания Виллокарты и зрители будут довольны, а на сайте завтра вы увидите подробный отчет и об этом в вебинаре, и, собственно, запись вебинара. Ну, капсуль... Спасибо, Филипп. Спасибо. Спасибо. Все, не будем задерживать. Всем здоровья. 36,6. Всем здоровья. Спасибо огромное, Вадим, Кухалов, Филипп Березин. До скорой встречи на Хукете и на Преандру.